Итак, мы сегодня с вами начинаем знакомиться с Законной Вселенной. Эта информация, она необходима для того, чтобы преодолеть страдания нашей жизни. Одни люди способны изменить свою жизнь, даже в самых тяжелых условиях, другие бьются, как рыба бьет, и мало кто может дать рецепт, как можно справиться с той ситуацией, когда муж пьет, или ребенок наркоман. Но рецепт есть. Для того, чтобы его понять, требуется посетить эту лекцию, в которой сегодня мы будем общаться на эту тему. Итак, наша жизнь очень сильно зависит от того, в какую сторону направлен наш разум. Разум отвечает за то, какая будет судьба. Разум управляет планетой Юпитер, поэтому просто глядя в гороскоп на состояние планеты Юпитер, можно уже много что сказать о человеке. Однако же, если человек знает секрет, как можно справиться с своими проблемами, он способен преодолеть все трудности жизни. Однако это не произойдет за один день. Для того, чтобы вам глубже понять этот вопрос, я начну с того, что существуют силы, управляющие, как бы, дающие нам возможность воплотить наше понимание счастья в жизнь. Но оно будет воплощаться не так, как нам хотелось бы, а оно будет воплощаться так, как положено. Это значит, что если наше понимание счастья неправильное, оно имеет какие-то изъяны. Это значит, что в этом случае мы получим желаемое, но также получим и страдания. Допустим, я приведу такой пример, общий, как бы, распространенный пример. Мама хочет дать своему ребенку, сделать его счастливым. Естественно, женщина ставит своей целью воспитать своего сына. Это естественно. И она считает, что главная цель в жизни – это воспитание ребенка. Однако же, в основном, люди не понимают, что такое эти силы, которые влияют нашим разумом, которые поддерживают наше понимание счастья, правильное оно или нет. Они поддерживают его и не дают нам никаких шансов выйти из-за этих рамок, в которых мы находимся. Итак, если мама считает, что она должна сделать своего ребенка счастливым, это правильная позиция, но она должна быть подкреплена знанием. Чаще всего мама, которая считает, что ребенок должен стать счастливым, начинает думать, что она должна жить для своего ребенка. В результате она попадает под влияние силы, которая называется бонус страсти. Мы потом сейчас будем объяснять, рассказывать об этом. И в результате этой влияния этой силы, так как ее сознание направлено на своего ребенка, она считает, что она должна жить для него. Ребенок начинает себя считать центром, как бы всего, но кажется, что он главный, что ради него нужно жить, что нет другого смысла жить, допустим, его маме, кроме как жить ради него, потому что он видит, что это как бы ее цель, ее разум направлен на него. Таким образом, в результате этого у него начинает увеличиваться эгоизм, эгоистичность, он становится эгоистичным. Просто разум матери направлен в эту сторону, и ребенок, он настраивается таким образом. Потом дальше он растет постепенно, сначала до 12 лет он подчинен матери, поэтому ему кажется, что он очень хороший ребенок. Или нормальный, более-менее нормальный ребенок. Потом, после 12 лет, ребенок приобретает психическую независимость после полового созревания. И его эгоизм, он уже будет проявлен в полной степени. Такой ребенок будет чувствовать, что его свободу в семье ущемляют, ему не дают свободно жить. Поэтому он будет пытаться действовать независимо. И это только начало тех страданий, которые эта мать испытает, которая поставила перед собой неправильную цель. Это только начало. Мы живем для того, чтобы определить, что такое счастье. И поэтому судьба так сильно мучает нас, для того, чтобы мы поняли это правильно. В результате, потом дальше, мать, искренне считая, что она должна всю свою жизнь посвятить своему ребенку, вдруг обнаруживает, что ребенок, уйдя из семьи, она искренне верит, что есть справедливость. Ведь если она живет для своего ребенка, значит и ребенок будет жить для нее потом, дальше в жизни. Но если вы кому-то дали яблоко, это значит, что он вам тоже даст яблоко куда-нибудь, нет? Вы решили, поставили свою цель и добавить кому-то яблоко, какому-то человеку. Вы приносите ему яблоко каждый день. Это значит, что он будет вам потом тоже приносить яблоко? Нет, это значит, что он привыкнет к тому, что ему нужно приносить яблоки. В результате, ребенок искренне считает, что он, допустим, женившись, ребенок искренне считает, что родители должны помогать ему, потому что у него не обставлена квартира, у него нет работы нормальной, нет уважения, почета, нет денег, средств на жизнь достаточно, ему много, что надо сделать, купить квартиру, обставить мебели. И он считает, что родители должны заботиться о нем. Но идеи, что он должен заботиться о родителе, у него не возникает в это время. Потом дальше, когда родители становятся пожилыми, где-то 45-50 лет, когда возраст матери наступает такой, в ней появляется необходимость, ей хочется, чтобы они начали заботиться, потому что она чувствует, что силы ее оставляют. И она становится никому не нужна, потому что сознание у ребенка направлено таким образом, что он хочет, чтобы они о нем заботились. Понимаете? У него нет идеи заботиться о матери. И никто не воспитал эту идею в нем. Наоборот, все воспитали в нем, что вы о нем должны всю жизнь заботиться о нем. В результате, мать испытывает жуткие страдания. Я видел сотни таких женщин, ни одну, ни две, ни три, сотни. Даже в этом зале я могу сказать, что я вижу многих женщин, которые смотрят и видят свою жизнь в том, что я говорю. Таким образом, женщины испытывают жуткие страдания от того, что произошло. Они считают, что им не повезло с ребенком. И некоторые считают, что просто его испортил кто-то. Другие изглазил кто-то его. Другие считают, что они что-то упустили в воспитании. Какое-то время что-то не сделали не так. Но даже если бы они воспитывали его по-другому, ничего бы не изменилось. Потому что виновата само понимание смысла жизни. Сама направленность разума была не в ту сторону. И поэтому результат был такой. Поэтому прежде всего человек должен понять, как настроить свой разум. В этом заключается самая главная идея жизни. Если разум настроен не туда, человек обречен на несчастье, на страдание. Другая ситуация. Допустим, человек организует свой бизнес, он организует предприятие. Естественно, что цель предприятия, цель предприятия, это накопление денег. Так? Богатство. Но Вена говорит, в этом случае он обречен на страдание. Если он так ставит свою цель. Оказывается, есть другие цели организации каких-то предприятий. Например, сделать какую-то общественную пользу. Если человек ставит такую цель, то у него будут хорошие сотрудники, он будет богатым. И он достигнет всех остальных целей автоматически. Понимаете? Нет. Нет. Потому что вы не знакомы с этой темой. Вы думаете, что я вас обманываю или просто я заблуждаюсь. Но на самом деле я абсолютно убежден в том, что я говорю. Сейчас вы тоже будете слушать об этом. И может быть кто-то из вас, тема очень сложная, глубоко, так же глубоко сможет понять эту идею. В этом случае жизнь человека, который правильно поставил себе цель, меняется сама. Так говорят веды. Вы не сможете изменить свою судьбу, сделать из наркомана сына хорошего человека. Вы не сможете сами. Люди у меня спрашивают рецепт. Как сделать так? Может его закодировать? Может что-то с ним сделать? Вы ничего не сделаете. Он каким был, таким и остался. Но поменяв свою направленность разума, человек может сделать так, что судьба начнет сама меняться. И сын его, или его, станет лучше. В этом заключается секрет ведического знания. Мы не знаем точку приложения своей силы. Один человек копает ломат лопаты, другой трактором. Люди, к этому есть такая притча индусская. Есть такая притча. Когда англичане впервые паровоз в Индию привезли, когда обычные на полях рабочие индусы увидели, как идет паровоз, как едет паровоз, они начали рассматривать его со всех сторон. И очень сильно удивились. И когда машинист спросил, чему вы удивлены, они сказали, мы удивлены только одному. Как вы очень хитро спрятали внутри лошадей, что их совсем не видно. Это эти хитро спрятали в лошадях. Они не понимают, что по-другому тоже это может ехать как-то машина. Точно так же мы в жизни, мы очень прилагаем много усилий к чему-то, но это все и приводит к неудачам. И так существует в нашей Вселенной 14 планетных систем. 14 планетных систем. На высших планетных системах живут живые существа, которые когда-либо в своей жизни поставили своей целью жить бескорыстной жизнью. Их понимание счастья заключается в том, они считают, что если я буду жить не для себя, а буду делать что-то полезное для Бога и для людей, и делать это грамотно, в соответствии с знанием, каким-то знанием очень серьезным, то в этом случае я достигну счастья. Эту концепцию человек имеет в своем разуме и верит, что это является истиной. Большинство людей, которые сидят в этом зале, не могут сказать, похвастаться, что они верят, что то, что я сказал, является истиной. Большинство людей, может быть, догадываются об этом, многие вообще даже догадываются. Они считают, что чаще всего на Землю, сюда на средние планеты попадают те люди, которые считают, что если ты будешь так жить, считая, что если ты живешь бескорыстно, действуешь на благо окружающих людей, в этом случае ты останешься без штанов. Где-то в глубине души все в основном так считают. Эта концепция другая, которая находится в страсти. Я вам сказал, первая концепция, это благостная концепция. Она ведет на высшие планеты. И даже когда человек просто живет на Земле, если он полностью уверовал в эту благостную планету, концепцию счастья, сначала судьба некоторое время испытывает его. Он не знает, как правильно делать пожертвования. Он дает пьяному на бутылку и думает, что он совершил пожертвование в благости. Он думает, что от этого он должен быть счастливым. Но от этого он больше страдает. Он дал глупый совет кому-то. Он дал кому-то глупый совет. Он думает, вот я бескорыстно раздаю знания. В результате я должен быть счастлив. Но он получает опять страдания в результате. Дальше. Он начинает терроризировать своих родственников глэксгуманными целями. Заставляет их перестать есть мясо, вставать рано утром. Там еще что-то он их терроризирует. Родственники не знают, куда убежать уже от него. Он думает, почему счастье нет? Я должен быть счастливым. Он пытается действовать с позиции благости, не понимая, что это такое. Но со временем такой человек научится. Цель поставлена правильно. И будет хороший результат. Однако же большинство людей находится в страсти. Веды говорят, что из этих 14 планетных систем, которые расположены друг над другом во Вселенной, как галактики, то есть это как, если смотреть вверху, это плоские диски. Наша галактика, по счету, находится на седьмом уровне. Не думайте, что я вам рассказываю сказки. В ведах описано подробно, точно. Диаметр Вселенной, расстояние от нашей планеты до края Вселенной. Подробно описана карта галактики нашей, в которой мы живем. Почему наши ученые не могут в этом воспользоваться? Потому что они не могут понять, что веды являются истинным знанием. Для того, чтобы это понять, в самих ведах написано, надо обладать чистым, безгрешным разумом. Например, в ведах написано там, допустим, что такое-то, такое-то там описывается, как происходили события, допустим, там описывается, такое-то, такое-то, произнес несколько звуков, и в результате этого огромный огненный шар полетел там на такого-то и спалил его до тла. Ну это же просто сказка, не говоря. Ну как это возможно? Так? Или там написано, что такое-то, такое-то действие. Если человек начинает медитировать, на определенном... Что значит медитировать? Меня даже не знают наши ученые, что медитировать. Говорят, если человек начинает медитировать на определенный объект, то он постепенно достигает способности, допустим, висеть в воздухе, не касаясь земли там, или еще что-то, ходить по воде там и так далее. Ну это же сказки. Это невозможно. Да? Многие даже сидящие здесь в зале так считают, что это все глупость. Но ученые сейчас открыли, что существует какое-то взаимодействие между людьми. Они начали изобретать свои названия. Это называется наука в страсти. Что такое наука в страсти? Она не берет те названия, которые есть уже в ведах, тому, что есть. Они начинают придумывать лептонные поля, там еще какие-то взаимодействия. Они начинают все придумывать. Но уже есть описание этих всех вещей, в ведах. Надо просто взять, почитать, изучить это. Все. Почему не можем это сделать? Потому что не так-то просто взять и смиренно слушать или изучать то, что намитено великими мудрецами. Потому что это знание абсолютно парадоксально для нашего ума. Даже вот то, что я сейчас рассказываю, это выглядит очень парадоксально для многих. И так существует 14 планетных систем, согласно ведам. Земля находится на седьмом уровне, чуть-чуть ниже середины. Я могу сейчас очень просто доказать, почему Земля находится чуть-чуть ниже середины. Но это доказательство ученые не примут. Нормальный же простой человек примет сразу. Веда говорится, что выше середины Вселенной живые существа испытывают больше счастья, чем страдания. Ниже середины Вселенной живые существа испытывают больше страданий, чем счастья. Мы же находимся чуть ниже середины. Это значит, в нашей жизни мы испытываем чуть больше страданий, чем счастья. Многие люди поняли это, что почему-то страданий чуть-чуть больше, чем счастья. В основном люди, те, которые не вышли на платформу благости, они будут жить согласно тем силам, которые влияют на Землю. И так существуют силы. На каждой есть низшие планеты, есть высшие и средние. Существуют силы, которые называются гуны материальной природы. Эти силы стоят на втором месте по влиянию на сознание человека после времени. Сила времени не преодолима совсем. Те люди, которые считают, что можно увеличить продолжительность жизни, они находятся в полной иллюзии. Почему? Потому что, если они могут увеличить продолжительность жизни человека, пусть хотя бы увеличат продолжительность период полураспада урана. Уран это малоорганизованная частица. Это всего лишь атом. Человек это очень высокоорганизованное живое существо. Если они хотят увеличить продолжительность жизни человека, у человека есть орбита жизни. У нас есть орбита жизни, так же, как у урана. Так же, как есть орбита жизни у Солнца, у Земли. У каждого живого существа и у каждой материальной частицы в этом мире есть своя орбита жизни. Это означает, что время движет, время толкает к старости все объекты в этом мире. И это движение к старости идет циклически. Цикл происходит. Мы видим, что Солнце движется по циклу, Земля движется по циклу. Наша жизнь тоже движется циклически. После скорости смерти наступает рождение. Мы опять получаем новое тело, завершается цикл. Нам это очень трудно понять. Потому что мы не помним своей прошлой жизни. Если вы считаете, что вы можете продлить жизнь кому-то, хотя бы увеличите период полураспада урана. Это же проще. Там одна всего частичка, а здесь много в нашем периоде. Попробуйте противостоять этому влиянию времени, чтобы уран распался чуть позже. Это невозможно. Ни один ученый не может зарекаться. Но некоторые ученые говорят, что если мы начнем дышать как-то определенным образом, то тогда можно увеличить свою жизнь. Другие говорят, что надо заниматься определенным видом медитации, и потом, когда придет смерть, надо ее обмануть и выйти из тела, и убежать, куда-нибудь в обрыв спрыгнуть. И потом они раз и умирают в кресле, вместо того, чтобы спрыгнуть в обрыв. Оказывается, что время это является самой большой силой. Однако мы можем увеличить интенсивность жизни или ее направленность. Наша судьба в наших руках. Мы можем направить свою жизнь в какую-то сторону, но продолжительность жизни мы изменить не можем. Выше времени стоят другие силы, стоят другие силы, которые называются гуны материальной природы. Это не что иное, как сила, которая дает возможность нам выполнить все наши желания в соответствии с нашей концепцией счастья. Концепция счастья – это нечто, то, что формирует всю нашу жизнь. Когда мы рождаемся, у нас ум – тонкое тело ума. Веды говорят, что у нас есть тонкое тело. Тонкое тело означает атомическое строение, которое мы не видим. Но мы можем его почувствовать. Например, психика человека или характер – это не что иное, как тонкое тело ума. Мы постоянно общаемся с характером друг друга, но мы не понимаем, что эта деятельность находится на физическом плане. Наши ученые считают, что это просто фантасмагория. Нет никакого общения, есть просто условные рефлексы. Однако же, если такому ученому, что у нас скажет, ты дурак, он реально почувствует изменения в своем сознании. Если он считает, что это условный рефлекс, так значит, значит, он кошка. Потому что, он же, если он ученый, зачем ему нужны эти условные рефлексы? Он должен их подавить. Однако, если жена ему скажет это, он будет нервничать. Он не сможет подавить. А значит, есть влияние. Дальше-то, если такого ученого спросить, вот, ты обижен сейчас на кого-то, попробуй прервать пометование обо своей обиде. Попробуй взять насильно, прервать это пометование. Это невозможно. Есть только один способ. Надо простить этого человека и попросить у него прощения. Две вещи сделать. Пометование отрицательного человека, само прекратиться, потом и все. Если ты этого не делаешь, ты будешь дергаться, метаться, ты от этих мыслей не уйдешь, потому что есть связь. Она реально существует. Человек постоянно вспоминает об обиде, обидчики. Вы согласны с этим или нет, что мысль навязчива приходит в голову. Она возникает сама. Мы не можем ничего с этим сделать. Означает, существует тонкое тело, связь, тонкая связь между людьми. Это реальный факт. Многие не хотят признавать, и поэтому страдают. Потому что они не знают, как бороться с этими явлениями. Итак, есть тонкое тело. Тонкое тело ума называется телом желаний. Каждое наше желание новое формирует, изменяет тонкое тело. В результате в следующей жизни мы получаем то тело грубое, которое соответствует тонкому телу желаний. Все наши желания воплощаются в грубом теле. Наша Вселенная имеет очень много мест жизни. Каждое место жизни соответствует определенному типу желаний. В зависимости от того, какие желания мы имели в этой жизни, мы получаем ту точку пространства в своей жизни, которая соответствует полностью всем нашим желаниям. Так говорят веды. Однако же следует знать, что даже на земле есть много измерений, где можно жить в разных измерениях с разными желаниями. У нас, только здесь у нас много есть цивилизаций. В ведах описано, что в Гималаях существует цивилизация высокоразвитых живых существ, которые называются якши. Они способны перемещаться на большом расстоянии с помощью мыслей. У них очень высокая цивилизация живет совсем, они живут совсем в другом измерении, не в нашем. Они с нами не пересекаются все. Под землей есть живые существа, которые испытывают сильные страдания. Они живут в других измерениях тоже. Они живут под землей, там два измерения всего, у нас три. Они в плоскости живут. Мы этого не знаем. Веды описывают, что это есть. Мы не можем спорить, потому что мы не можем проверить. Однако же многие вещи мы можем проверить. Веды описали атомное время. Знаешь, что такое атомное время? Это самое точное время, которое только существует во Вселенной. Веды описали, как измерить атомное время. Пять тысяч лет назад. Они описали строение всей Солнечной системы очень точно. До всех планет расстояния описаны были. Наши ученые открывают, то же самое видят. Нет никакой разницы. Это означает очень высокий уровень знания. Мы не можем его отрицать. Итак, существует сила выше ума, которая называется тонкое тело разума. Эта сила движет всей нашей жизни. она состоит из знания о том, что такое счастье. Наша концепция счастья рождается вместе с нами. Получив маленькое тело маленького ребенка, мы немедленно начинаем делать ручками вот так на себя. Это означает, что я хочу что-то для себя. Таким образом, концепция страсти или желание жить для себя, вторая концепция запишите, концепция страсти, означает, я хочу быть счастливым. И счастье означает жить для меня, я хочу жить для себя, в этом заключается мое счастье. Но я не хочу никому зла, я не хочу никому портить жизнь, я не хочу насилие совершать, я хочу жить по законам этой страны, там, где я живу, но я хочу жить для себя. Я хочу себе жену, себе профессию, все-все себе, все для себя. И в этом заключается счастье. Все живые существа, которые рождаются на земле, они уже заранее имеют эту концепцию счастья, потому что здесь место для такой концепции счастья. Здесь она должна воплощаться в жизнь. Мы будем описывать, как это происходит, что из этой концепции получается, какая жизнь из этого получается. мы увидим свою жизнь в описании ведическом. Сегодня у нас тема о благости. И невежественная концепция счастья означает, кстати, у нас земля сейчас начинает попадать потихоньку в силу влияния времени в слои невежественных планет все больше и больше. И концепция в невежестве мы можем даже на протяжении 20-30 лет увидеть, как она внедряется в нашу жизнь. Эта концепция означает, что на самом деле счастлив будет только тот, кто способен силой завоевать свое счастье. Счастье будет только тот, кто способен растолкать всех локтями и взять свое счастье. Если кто-то встает на его пути, надо просто стереть его в порошок. Не имеет значения каким способом, обманом, хитростью, черным бизнесом и так далее. Надо любыми способами, невзирая ни на какие законы, невзирая ни на кого, просто взять свое счастье и все. Это называется концепция счастья в невежестве. Итак, человек, который имеет концепцию счастья в благости, в этой жизни поправляет свое здоровье, поправляет свои отношения с родственниками, улучшает свое финансовое положение, начинает прогрессировать во всех отношениях, в следующей жизни попадает на высшие планеты. Тот, кто имеет концепцию счастья в страсти в этой жизни, постепенно чувствует, что время свободного становится все меньше и меньше. Он постепенно все больше и больше портит свои отношения с родственниками. У него становится все больше и больше болезней. В конце концов он разочаровывается во всем и считает, что здесь счастья особенно нет, что надо жить как можешь просто, выживать. Счастья нет никакого. Есть просто механическая жизнь и все. Человек, который находится в невежестве, он обманут судьбой, он так сам захотел. В результате ему кажется, что он счастлив, но тем временем сравнивается, как человек катится с горы, он еще не знает, что ему придется назад катить на гору самки и залазить саму на гору. Человек, который катится с горы, он чувствует очень восторг, ему хорошо. Точно так же человек, который находится в невежестве, он использует все свое благочестие, наполненное в прошлых жизнях. Мы по своему желанию можем взять все свои благочестивые поступки, которые были у нас в прошлой жизни и использовать прямо сейчас. Для этого надо просто иметь сильное желание. Такой человек просто говорит, я хочу ограбить этот банк, я хочу. Он взращивает в себе очень сильное желание. В результате все его благочестивые пострелы и благочестия собираются вместе, он грабит этот банк и его не находят. Он остается с деньгами, его не раскрывает его преступление. Он получает деньги. Он думает, что он получил эти деньги просто так, потому что нет закона, нет справедливости в этом мире, есть одно насилие, он думает. Но однако же эти деньги являются эквивалентом всего его благочестия, которое он собрал за все свои прошлые жизни. Или может быть не за все, но за многие. В результате этот человек начинает думать, что все позволено, но не тут-то было. Его благочестие рано или поздно кончается, и он не понимает, как попадает в тюрьму. Он думает, что это случайность. Также он думает, что случайность, что ему попались такие друзья, которые его обманывают. Он думает, что случайность, что он спился или скурился там аношой или еще чем-то. Он думает, что это все является случайностью, но это не случайность. Это закономерность, которая приводит его постепенно к полной деградации. Понимаете? Человек, который находится под влиянием концепции страсти, он считает, что он должен жить для себя, никого не трогать. Он рождает следующие жизни опять на средних планетах, так же, как мы, на земле или на других каких-то, как здесь. И опять продолжает жить такой же жизнью, но его благочестие постепенно кончает. Что такое благочестие? Запишите. Любой бескорыстный поступок является благочестивым. Этот поступок дает богатство, здоровье. То есть, чтобы иметь богатство, здоровье, успех в жизни, все, что угодно, не имеет значения. Для этого нужно сделать бескорыстный поступок. Любой корыстный поступок сразу делает обмен. Я хочу чего-то, работаю. Я получаю взамен, и у меня остается на моем счету ноль. Допустим, человек, находящийся в страсти, он работает ради зарплаты. Он получает свою зарплату. Все. передостаешь, но не всегда же он получает зарплату, иногда его обманывают. Да, это означает, что в прошлых жизнях он совершал какие-то неблагочестивые поступки. И за это он получает по голове. Поэтому существует закон пожертвований, который гласит, если ты совершаешь пожертвование в этой жизни, то ты способен прожить без эксцессов особых. Потому что все твои неблагочестивые поступки, идущие из прошлого, они будут нейтрализоваться твоими благочестивыми поступками сегодняшними, совершенными сегодня. И все, ты будешь нормально жить более-менее. У тебя не будет проблем. Поверить в это очень сложно. Потому что то, что я говорю, вам кажется теоретическим знанием. Вам кажется, что если человек бескорыстный, он остается без штанов. Можете привести к кучу примеров. Но вы будете называть не бескорыстных людей, а лопоухих. Что такое настоящее бескорыстие, очень трудно понять человеку в страсти. Для этого нужно стать благостным человеком. Почему так? Потому что веды говорят, что если у человека на него влияет гуна или сила благости, идущая с высших планет, то она направляет, забирает его разум, туда направляет, в эти силы. И в результате этого человек начинает видеть мир в определенной плоскости. Он начинает, ему нравятся, допустим, люди, которые мыслят точно так же. Гуна благости вводит его в плоскость этих людей. Она дает ему понимание, с кем надо общаться, с кем не нужно общаться. Дальше она дает ему понимание, как надо правильно жить, что такое правильная жизнь. У людей в страсти своя сфера общения, свое понимание, как правильно жить. Человек в страсти смотрит на благостного человека, он думает, он ненормальный. человек в невежестве смотрит на страсти на страсти на страсти и на страсти и на страсти и на страсти думает, работа голик, дурак. Ненормальный человек, надо просто идти, взять деньги и все. Это очень просто, взять просто операцию, махинацию, сделать очень много денег, зачем работать всю жизнь, зачем? А эти святоши, он говорит, это вообще непонятно, это, наверное, на шизопренике. Он говорит, то есть, люди находятся в разных плоскостях, они не понимают друг друга совсем. Поэтому, говорить о том, что нет благости, мы не можем, потому что мы не понимаем состояние сознания благостных людей. Нам очень трудно понять. Точно так же, как мы не понимаем состояние сознания невежественных людей, в чем заключается счастье? Они, допустим, занимаются половыми извращениями. Если сейчас, допустим, вам сказать, вы можете понять, что человек испытывает счастье от того, что он занимается сексом с тем человеком того же пола? Очень трудно понять эту идею. Почему? Потому что мы живем где? На Украине. Украина находится в другой зоне, влияние других гун. Но эти силы уже начинают распространяться сюда. В Америке еще 30 лет назад считалось это глупостью. Но сейчас там эти силы настолько сильны, что многие люди считают это нормально. Вот пойдете в Америку и спросите. Они скажут, да, можно получать счастье. Это нормально, конечно, это может быть счастливая жизнь семейная, да? Они скажут так. Нам кажется, это глупостью? Нам кажется, это просто невероятная глупость? Так? Однако же надо понять, что разные люди под разными силами находятся, влиянием, под влиянием разных сил. Что такое культура нации? Приезжая в другую страну, смотришь, люди живут совсем другими взглядами, у них другие интересы. Это означает, другие силы влияют на них. Причем не один человек, а все люди сразу. И причем они, вы подумайте, это психоз, а массовое явление, как бы они заражаются друг от друга. Нет, господа? Если вы будете жить на этом месте, даже изолированно от всех, у вас такие же привычки появятся, у вас такой же аппетит будет. Вот я приехал, выйдю, смотрю, очень остро питаются. Я думаю, ага, значит, они как-то глупость какая-то, наверное. Я не смог питаться не так. Через несколько месяцев я захотел острой пищи. Там действуют такие гуны. Я захотел острой пищи, я не мог уже есть другую. Мне захотелось очень остро. Если, допустим, взять столько перца, сколько я там съедал и, допустим, насыпать мне здесь, я просто, наверное, умру. Понимаете? Там действуют такие силы, они влияют на сознание. Мы не можем отрицать этот факт, что сознание человека меняется, когда он живет в другой местности, не в той, в которой он жил до этого. Если вы хотите проверить, зайдите в публичный дом и побудьте там хотя бы час. Вам захочется заниматься сексом? Если это мужчина, допустим, заходит, он час там, веды говорят, он проходит, целомудренный человек, он не хочет изменять свою жизнь, он заходит туда и час там находится, у него может свернуть крышу полностью. Потому что там действует гуна невежества в полной мере. Она настолько сильно там действует, что любой человек самый нормальный, у него появится очень сильное желание еще туда зайти и может быть втихаря там позаниматься чем-то. так у него, у человека нет такого желания, он живет нормальной жизнью, у него нет этих идей. Означает, что есть силы, которые влияют на наше сознание. Эти силы называются бонами материальной природы. Веды говорят, что эти силы непобедимы. Люди, чем занимаются всю жизнь, они борются с этими силами. Они борются с ребенком, который наркоман, они борются с зарплатой, которой мало, они хотят больше денег, они хотят то, хотят все, но они борются с гунами, которые непобедимы. Их, как бы, борьба заведомо обречена на поражение. Никаких шансов победы, так говорят веды. Однако же, если человек прилагает свои усилия к тому, чтобы изменить понимание своего счастья, ему не надо бороться, просто он автоматически попадает под влияние других сил и вся его жизнь меняется сама. все очень просто. Попробуйте так сделать. Сделать так очень сложно. Для этого нужно действительно изменить свой вкус к счастью, что сделать очень трудно. Потому что мы много жизней подряд думали в таких категориях, что надо жить для себя. И нам очень трудно изменить эту концепцию счастья. И для того, чтобы изменили, мы изменили ее. Я сейчас здесь читаю лекцию. Я сам хочу ее изменить, поэтому я читаю лекцию. Веды говорят, если человек дает знание, он его из всех слушателей, он сам лучше всего его усваивает. Я первый ученик здесь, на этом семинаре. Я хочу понять это знание. Я не знаю, насколько вы хотите, я хочу очень сильно. Поэтому я об этом говорю сейчас. Итак, человек, который считает или хочет считать, что счастье находится в сфере бескорыстной деятельности, что если ты с любовью трудишься, не думая о деньгах, просто с любовью трудишься, то в этом случае ты испытываешь счастье в настоящем времени, не будущем. Ты попадаешь под влияние гуны благости. Как определить, что попал под влияние гуны благости? Счастье находится прямо сейчас. Счастье прямо сейчас. Оно не ушло. У людей страсти тоже счастье иногда приходит сейчас. Они иногда чувствуют себя счастливыми. И что они в это время делают? Они в это время радуются счастью. Они говорят, ох, как хорошо, мы наслаждаются. И все фильмы для людей в гуне страсти, они показываются именно в этом ракурсе. Люди смотрят фильмы, что они видят? Они видят, что пришло счастье. Удача пришла. Иначе человек трудился очень сильно, он хотел, и счастье пришло. И оно осталось с ним навсегда. Такой конец. Для людей в страсти фильмы должны иметь хороший конец. Иначе эти фильмы не будут признаны. То есть главный герой должен стать счастливым. В результате того, что он движется куда-то, он борется с гунами, он сопротивляется плохой жизни, он ловит там, он сопротивляется всем законам жизни, он восстал против всего и в конце концов он побеждает. Эти фильмы находятся под леонидом гуны страсти. И эти фильмы у нас крутятся в нашем собственном разуме. Каждый из вас сидящий здесь рожден с этой концепцией счастья. Она означает, что я обязательно буду счастливым, если я буду чуть больше работать, чуть больше получу квалификацию, чуть лучше найду себе возможности, чуть лучше найду себе общение, как-то извернусь вот так вот, пройду курсы по общению с мужем, я буду с ним ему улыбаться, строить глазки больше. Вот. Современные способы общения механические, это все способы механические, потому что они не касаются глубины, они не касаются разума. Надо просто вот так додумать так, надо думать так, надо думать сяк, надо вот так, надо смотреть, надо делать такую улыбку, или такую, надо одевать другую одежду, другого цвета, надо ходить так, а не так, надо делать то, и тогда будет счастье. Или, допустим, ты изучаешь бизнес, надо вывернуться вот так, а не вот так, и тогда деньги ты зацепляешь. Но веды говорят, если ты зацепил деньги, да, ты можешь их себе притянуть. Есть способы. Человек может копить асхезы в страсти, и у него появляется сила взять деньги, схватить. Он хватает деньги, он сильнее других в разуме, в логике, возможности общаться, в понимании законов. Он ухватился за деньги. И он начинает на себя их тянуть. В результате все окружающие люди начинают его уважать. Они думают, о, какой он крутой. Он может хватить деньги, а мы не можем. Они ему завидуют одновременно. Потому что невозможно не завидовать. Люди в страсти всегда завидуют тем, кто способен держать, держать деньги. Этот человек держит деньги. Но для того, чтобы ему держать деньги, ему нужно очень интенсивно трудиться. Просто удержать свое положение финансовое. Он должен работать, как и шаг. Он должен умственно постоянно повышать свою квалификацию, быть впереди всех, законы знать лучше, лучше понимать бизнес, лучше понимать то. что он постоянно в сильном напряжении держит эти деньги. Тем временем его психическая энергия со временем кончается. Он теряет жизненную силу, он стареет. В результате в какой-то момент он чувствует, что у него уже не хватает сил жить так, как он жил раньше. И он чувствует, что деньги начинают просачиваться. И появляются более активные люди, которые как бы раз-раз его обгоняют. И в результате такой человек становится потом никому не нужен. Будучи на вершине славы, он имеет деньги, имеет почет, уважение, все он имеет. Потом он теряет силы. Старостью он остается ни с чем. Или может быть у него что-то есть, но ему он все равно никому не нужен. Потому что ему нечего дать. Люди страсти пользуются только тем, что можно схватить. Чтобы тянуть на себя, для этого надо иметь рычаг. Если ты способен быть рычагом, мы тебя уважаем. Если нет, значит иди отсюда. Будешь жить там, где тебе положено. Соответствуем положению. Итак, в гоне с прободвлением, в гоне страсти нет любви. Есть деловые отношения, любви нет. Сила благости подразумевает желание помогать. Счастье испытывает счастье от помощи. Значит появляются настоящие друзья. Итак, первый признак попадания в гону благости. Вы приходите на работу, проверите, как попасть в гону благости. Приходите на работу и начинайте трудиться, желая вот своей работой сделать счастье окружающим. Просто с любовью к труду. Чего вы не смеетесь? Это потому, что для людей страсти считается юмором, то, что я сказал. Это какой-то юмор, что он говорит такой глобатик. Вот. Когда человек попадает в это состояние сознания, он способен вот просто забыть о зарплате, о том, что ему кто-то, кто-то должен, что он должен, что он, если он будет так трудиться, он будет унижаться, потому что все остальные работают столько, сколько положено. То есть я буду, зачем я буду унижаться, зачем я буду работать с радостью, с любовью. Надо же работать просто, как все. Но очень трудно, потому что скупость сердца мешает, гуна страсти мешает, она действует на мозге, она говорит, живи как все, работай ради денег, не выделяйся, не люби свой труд, люби деньги. Все, сиди на работе, если все сидят, ты сиди. Если все работают, ты работай. Не надо выделяться, тебя будут считать дурачком, к тебе будут плохо относиться. Так действует сила гуна страсти на мозге. В результате люди не могут быть счастливыми. Итак, если человек способен прямо сейчас взять и с любовью начать трудиться, он становится счастливым прямо сейчас. Все, он попадает под влияние гуна благости. Можно втихаря это делать. Все, когда все трудятся, надо трудиться с любовью. Если человек боится выделяться, он может не выделяться, но он должен внутри себя победить свою вот эту вот корысть. Он должен забыть о том, что такое деньги, зачем они, ему никто, он думал, он должен забыть о том, что есть зарплата. У человека в страсти возникает сразу идея, но тогда же ее не дадут. А какая разница? Как ты будешь думать? Вот ты на остановку встал, люди в страсти что делают? Вот посмотрите, сейчас, когда вы на остановку пойдете после лекции, посмотрите, у кого больше благости, у кого меньше. человек, у которого благости больше, он на остановку встал, он что-то думает про себя, там радуется чему-то внутри себя, он счастлив, автобус не идет. Человек в страсти поворачивается, начинает притягивать глазами автобус, хотя он быстрее от этого не поедет. Мы все знаем, что автобус, он едет с определенной скоростью, притяжение глазами его ничего не меняет. Если у человека сильная страсть, он стоит посреди дороги, поворачивается и вот так вот смотрит туда. Так вот. Таким образом, человек под влиянием бурной страсти, он считает, что счастье находится в будущем, что его надо ждать. Зачем он ждет этот автобус? Чтобы сесть с него. Когда он садится в автобус, он ждет, когда приедет домой. Когда он приехал домой, он ждет, когда наступит, будет фильм. Когда начинается фильм, он ждет, когда будет следующий. По этому поводу есть такой анекдот. Когда стоим в душе, хочется кушать. Когда едим, хочется гулять. Когда гуляем, хочется в душе. Так действует гоно страсти. Она означает, счастье в будущем находится, сейчас его нет с нами, с нами рядом нет счастья, но в будущем. Это значит, я женился, все, я женился. Но я счастлив буду тогда, когда будут дети. И на самом деле, жена уже надоел, надо любовницу иметь. Любовницу получил, счастья пока нет, надо еще круче любовницу иметь. Машину купил, надо круче машину, это уже плохая, не в моде уже, не современная. Я ошибся, на самом деле, надо было сразу лучше покупать. Вот, это называется, влияние буду страсти. Счастье находится в будущем. В настоящем счастье нет. Мы учимся в школе, мы учимся в школе. Вот когда получу диплом, тогда буду счастливым. Получил диплом. Вот когда поступлю в институт, тогда буду счастливым. Поступил. Вот когда закончу институт, тогда буду счастливым. Закончил. Вот когда устроил на работу, тогда буду счастливым. Устроился. Вот когда получу квалификацию на работу, тогда буду счастливым. получил. Вот когда дети устроятся, тогда будут счастливыми устроились. Вот когда внуки устроятся, тогда будут счастливыми устроились. Вот когда на пенсию пойду, раз, умер. Вся жизнь. Все, под влиянием гуны страсти. Теперь, чтобы выйти в под влияние гуны благости, надо победить время. Победа над временем означает, в под влияние гуны страсти время, она Она нас тянет в будущее, то есть сила времени заставляет нас думать о будущем постоянно, строить планы на будущее и счастье искать там. Человек, который со всей своей силы побеждает скупость себе и ищет счастье прямо сейчас, здесь, в настоящем, он обратит внимание на то, что чтобы в настоящем было счастье, для этого надо создать себе определенные условия. И эти условия он пытается, когда создавать, желая счастливым быть сейчас, он приходит к выводу, что для того, чтобы быть счастливым на работе, надо полюбить труд. Другого способа счастливым прямо сейчас нет. Вот хоть убейся. Дальше, если ты хочешь быть счастливым в своей семье, надо простить всем своим родственникам, каким бы они ни были, наркоманами, алкоголиками, тунеядцами, кем угодно, развратниками. Надо простить и любить их такими, какие они есть, понимая, что они воплощают мою карму плохую. А будет ли он в этом случае любить меня? А это уже влияние гон и страсти. Не имеет значения, будет или нет. Ты хочешь быть счастливым или нет? Если хочешь, люби сам. У людей в гоне благости счастье находится в той деятельности, которую человек совершает, а не в плодах деятельности. Человек под влиянием гон и страсти ищет счастье в плодах. Он думает, я совершаю деятельность, хорошо, какой результат, будут ли они меня за это уважать, любить или нет. Это влияние гон и страсти. Человек под влиянием гон и благости хочет быть счастливым сейчас. Поэтому он совершает действие, испытывает счастье от него. Все. Теперь. Вы хотите быть счастливыми прямо сейчас. Но. Дома ждут дела. Лекция должна вовремя закончиться. Дома ждут дела. Нечего затягивать лекцию. Надо думать о будущем, потому что там дома дети и все прочее. Человек, который находится под влиянием силы благости, он знает, что если он сейчас на лекции будет счастливым, прямо сейчас, и не будет думать о будущем, о детях, о том, что они там делают, о том, мужа, они сейчас еда не приготовят, пища не приготовят. Надо же и бежать домой быстрее. Он об этом не думает. В этом случае, оказывается, он попадает под влияние силы благости. И сила благости делает так, что его ум, находящийся под влиянием силы благости, начинает влиять так на окружающих родственников, что они начинают испытывать счастье, испытывать счастье прямо сейчас. У них нет проблем, оказывается, у них нет проблем. Пропадает вот это ощущение, что у кого-то будут проблемы. Потому что человек прямо сейчас хорошо влияет на своих близких. Мать, находящаяся под влиянием силы страсти, думает, мой сын поехал в командировку, а там у него то, а там у него все. Вот когда приедет, тогда я буду счастливым. А сейчас так тяжело, так плохо, а вдруг то, а вдруг все, а вдруг это, а вдруг пятое, а вдруг десятое. Мать, находящаяся под влиянием силы благости, она хочет быть счастливой прямо сейчас и знает, что это поможет ее сыну. Она знает, что счастье есть. Поэтому она ищет способы, как быть счастливой, и она находит, оказывается, если повторять молитвы определенные, то я нахожусь в счастье сейчас, и это защищает моего сына от проблем. Я в счастье сейчас, это влияет на его ум и разум таким образом, что он тоже избегает трудности. Человек в страсти приходит к больному инфаркту. Он приходит к нему и говорит, ну как ты? Тебе лучше, я так плачу, тебе лучше, да? Он говорит, слушай, я умираю, отстань, пожалуйста, иди за дверь. Нет, ты думаешь только о себе. Тебе лучше или нет? Ну пожалуйста, ну не третируй меня, дай хотя бы последние минуты жизни, ну подышать спокойно, ну пожалуйста. Ну иди, иди, все, у меня все хорошо. Дай мне подышать. Я не могу пойти, мне тебя жалко. То есть человек в страсти, он думает, что он таким образом помогает. Он просто убивает своего родственника таким образом, потому что он тянет с него психическую энергию. Он говорит, мне плохо, тому и так плохо. Он говорит, да мне, он пришел к нему навестить его под бодрик, он говорит, мне плохо. Родственника, которому уже на волоске жизнь. Человек благости к нему приходит. Говорит, Петрович, а помнишь, мы с тобой по грибы ходили? Помнишь, как здорово там зайца видели там в лесу? Помнишь у нас то, помнишь все? И Петрович говорит, слушай, не уходи, посиди со мной еще. Поговори со мной, пожалуйста. Ты такой хороший человек. Не так хорошо с тобой. Я выздоравливаю от того его присутствия. Жену не пускай. Понимаете идею или нет? Идея означает влияние разных сил. Человек понимает свой долг по-разному. Под влиянием гонной благости, гонной страсти. Итак, человек, который находится под влиянием гонной благости, он начинает понимать, что оказывается, есть разные свои идеи. Эти люди по-разному достигают счастья. Одни из них очень тяжело трудятся в воспитании своего характера. Очень тяжело трудятся на работе, чтобы иметь средства на жизнь. Очень тяжело трудятся во всем и получают комбинацию с трех пальцем. Другие люди тоже тяжело трудятся, но с первой труда. Она напрямую не связана с плодами. Они не хотят плодов. Они хотят дать счастье другим. Очень редкий случай на нашей земле. Потому что наша земля находится под влиянием сил и страсти. Эти люди желают доставить счастье другим, всеми любимым. Каждый человек думает, такой человек не может сам прожить в этой обстановке, в этом городе. В этом городе живут одни свиньи на самом деле. Поэтому я буду защищать этого человека. Он такой хороший. Он для всех старается. Я буду помогать ему. У него сейчас проблемы с деньгами. Я буду помогать ему. Я хочу. Больше никто не пошевелится ради него. И так действует гуна благости на разум всех, кто является в сфере жизни этого человека. Он приходит, допустим, принес покушать. Он говорит, слушай, ребята, вы мне уже всю квартиру завалили. Я же не голодный. У меня все нормально. Я вам отомщу. Когда я на работу устроюсь, я вам всю зарплату буду давать. То есть у них свое общение идет такое. То есть они как бы соревнуются в бескорыстии, в желании служить друг другу. Очень редкий случай. У нас такое было, когда земля сильно очистилась от страданий. Когда была Великая Отечественная война, война означает очищение. Когда произошло очищение, все, кто остались живых, они начали чувствовать влияние силы благости огромное на сознание. Нас у утра встречают, попадают. Утро означает счастье. Песни такого плана. Кудрявые, что уж ты не рада. То есть из вот такого плана. Люди смеялись, радовались друг другу. Они хотели жить друг для друга. И в фильмах вот это благотворительное, желание что-то помочь друг другу, она проскальзывает. Потом прошло время, и гуна страсти начала усиливаться. Потом начало усиливаться влияние глумневежества. Понимаете? Когда сила благости, влияние силы благости в основном рисуют плакаты и вывешивают с изображением лица, верхней части тела. А духотворенного какого-то лица, пусть даже коммунисты не имеет значения, но лицо. То есть лицо направлено вверх, к счастью. Мы видим изображения таких людей, такие вот по сих пор. Стоят такие, там туда-сюда, вверх, все направлено вверх. Для них гуны благости. До 60-го года. Потом средняя часть тела уже как бы пониже, уже как бы пониже в основном. Так уже как бы там спортивные игры, там движение, спорт. Мы любим, там мы любим, мы верим твердо героев спорта. Влияние 60-х годов уже пошло там в спорт, уже побежит победа. Гуна страсти начала влиять сильнее. Страна вся окунулась в спорт, в борьбу за свои приоритеты, там границ и так далее. Вот дальше пошло влияние гуны невежества. И на плакатах сейчас рисуют ниже пояса. А все остальное, что выше пояса, оно предназначено для того, чтобы усилить. Показать усиленно, показать то, что ниже пояса. Как бы приоритет этого именно, вот этого всего, то, что ниже пояса. Пока показать, что это главное в жизни. Вот сейчас идите по улице, и вы увидите, чтобы не написали, вот это главное на самом деле. Там всегда стоит голая женщина какая-нибудь или мужчина, вот так вот. Вот. То есть в этом заключается смысл жизни. Мы видим влияние гуны невежества на лицо. Так? И мы ничего не можем с этим сделать. Мы говорим, страна виновата, правительство виновата, те виноваты, эти виноваты. Кто виноват? А никто не виноват. Просто мы живем неправильно, в результате наших грехов влияние плохой кармы на нашу страну начинает увеличиваться. Это закономерность. Может ли отдельный один человек в таких условиях быть счастливым? Вопрос к вам. Такие робкие выходки. Может, но, но, его жизнь, она будет сильно отличаться от жизни окружающих людей. Его жизнь будет сильно отличаться очень от всех остальных людей. Надо же со всеми вместе, правильно? Мы должны единство вырабатывать. Леонид гуны страсти означает, нельзя выделяться. Мода пошла, допустим, на эту одежду, надо эту одежду носить. Мода на короткие юбки. Леонид гуны страсти. Мода означает гуны страсти. Короткие юбки, надо короткие. Каблуки, это ботинки с загнутыми носами, нет проблем. Значит, носим ботинки с загнутыми носами. Прическа озера в камышах, нет проблем. Значит, прическа в озере в камышах, все. Прическа чучело огородное, значит, чучело огородное будем носить все. Означает влияние гуны страсти. Нельзя выделяться, а то посмотреть не так. Сила благости означает испытывать счастье от знания. Не от внешних вещей, а от внутренних. Человек, находящийся под влиянием силы страсти, он обращает очень много внимания на свою одежду, на свой внешний вид, на поведение, на то, как он сказал, на то, как он кивнул головой и все остальное. Так действует сила страсти на сознание. Человек под влиянием гуны благости обращает очень сильное внимание на свое внутреннее состояние. Он знает, что его внутреннее состояние влияет на окружающих людей, поэтому он сильно беспокоится о том, чтобы его внутреннее состояние было правильным. Он начинает вырабатывать все хорошие качества характера, он всю свою жизненную энергию на это направляет. Он знает, что если это будет так, если у него характер изменится, значит, он станет счастливым. Он верит в это. Человек благости действует таким образом. Но цель моей лекции заключается не в том, чтобы вам объяснить, как действует благостный человек. Она заключается в том, чтобы концепция счастья поменялась. Чтобы захотелось жить безкорыстной жизнью. И чем больше мы будем об этом говорить, тем больше концепция благости сама будет входить в разум. Слушание в страсти означает, нужна новая информация. «Сколько раз вы, Олег Геннадьевич, уже за эту лекцию повторили «Бескорыстно жить»?» Вопрос из зала. Ответ. «А сколько раз вы это услышали?» Был один такой великий человек, когда он родился, великий духовный учитель Матхавачария. Когда он родился, его учитель сказал ему одну фразу. Потом на следующий урок он ему повторил ту же самую фразу. Матхавачарий сказал «Все, достаточно». Он был маленький ребенок. Он сказал «Все, достаточно» и это понял. Его наставник подумал, что это просто глупец, глупый ребенок. Он ему сказал «Докажи, что ты это понял». И он в своей жизни, своим поведением доказал, что он это понял. Был другой пример. Пять тысяч лет назад правил миром великий царь, которого звали Ютхишкира. Это личность, у которого не было врагов. Его звали Аджата Шатру. Это значит тот, чей враг еще не родился. То есть, конечно же, враги были, но он врагом никого не считал на земле. Своим врагом никого не считал. Он правил всем миром. Это не значит, что он без штанов остался в такой концепции. Видите, он правил всем миром. Веда описывает его. Способность наказывать не означает ненависть или что-то другое. И когда он, этот царь, когда он воспитывался, был маленьким ребенком, в ведах как бы для детей есть специальные знания, как бы описаны, специальные книги у них были. И там в этой книге были, ну, там определенные тексты о том, как надо формировать все характеры. И учитель спрашивает детей. Это было, ему было пять лет тогда. Его учитель спрашивает, «Сколько ты прошел месяц учебы?» И он его спросил, «Ты сколько выучил?» «Ты сколько выучил материала?» Тот говорит, «Я точно выучил одно предложение и, наверное, выучил второе». Вот он взял хворостину, начал лупить и говорит, «Ты что, издеваешься надо мной?» «Целый месяц прошел». Он на него смотрел очень спокойно улыбался. Учитель ничего не понимал. Он сильнее начинал улыбить, тот продолжал улыбаться. Еще сильнее тот продолжал улыбаться. И потом он посмотрел в книгу первое предложение. «Говори всегда правду, чему бы тебе этому не грозило». То есть говори всегда правду, какие бы трудности у тебя после этого не были. Первое предложение. Второе предложение. Если ты способен, если ты должен быть способен терпеть любую, любую боль и испытывать от этой боли, которую ты воспринимаешь от судьбы, как благо для себя, и тогда ты будешь счастливым. Второе предложение. Это в этой книжке. И он говорит, «Ну почему же ты сказал, что ты только одно выучил? Ты же никогда не проронил ни слова, улыбался все время. Значит, ты и второе предложение выучил». Он говорит, «Ну я этого тогда еще не знал, потому что у меня не было возможности проверить это на практике. А теперь я это уже знаю». Он проверял на практике, насколько он понял второе предложение. Это означает состояние разума в благости. Что такое состояние разума в благости? Человек, который находится в благости, он не верит, что он понял этот материал, который он слышит. Разум благостных людей однонаправленный, и они хотят слушать постоянно об одном и том же. Люди в страсти, подлиянием гуны страсти, хотят слышать постоянно что-то новое. Им хочется услышать что-то новенькое, новую информацию. Пожалуйста, давайте новую информацию. Эту информацию мы уже слышали. Давайте какую-то новую, они говорят. И поэтому средства массовой информации, зная, что в основном люди находятся под влиянием гуны страсти, они знают, что надо постоянно давать какую-то новую информацию. Иначе люди будут переключать просто на другой канал. Им нужно слышать что-то новое постоянно. Люди под влиянием гуны страсти, как в полной страсти, садятся в зал, начинают слушать и говорят, «Это я знаю, это я знаю». Сами себе они слушают лекцию и говорят себе, это я знаю, это я знаю, это я слышал, это я знаю, это я знаю. И потом думают, очкарик, зачем ты занимаешь это положение? Ты ничего нового не сказал. Лучше я могу лучше тебя лекцию прочитать на самом деле. Ко мне так подходят люди, говорят. Я лучше тебя могу лекцию прочитать. Я говорю, молодцы. Я так считаю тоже, я не против этого. Веды говорят, что человек должен пытаться сам подстичь истину глубже и говорить как можно глубже о том, что кажется знакомым. Но на практике проверяется, что это нет. Если вы считаете, что у вас есть концепция благости, сидит в вашем сердце уже после этой лекции, выйдите на улицу, встаньте на остановку. Если ваша голова начнет сама поворачиваться к автобусу, вы ее не сможете отвернуть назад. Это значит, что сила страсти сильнее, чем... То есть сила страсти на разум влияет сильнее, чем сила благости. Встаньте на остановку, начните повторять. Я желаю всем счастья. Машина какая-нибудь будет проезжать и раз. Я желаю всем счастья. Раз. Едет или нет. Это означает борьба. Итак, мы с вами собрались для того, чтобы стать счастливыми. Мы должны бороться за свою концепцию счастья, благости. Это означает, что несмотря на влияние силы страсти, мы должны постоянно бороться за благость внутри себя. Когда человек начинает так действовать, начинает видеть кучу недостатков в себе. Человек под влиянием силы страсти, себе недостатков не видит совсем. Он говорит, я хороший, но жизнь мне не позволила проявить это в полной степени. Они все не понимают, какой я хороший на самом деле, но я очень хороший человек. Человек в благости, как он борется постоянно с собой, он знает, насколько он хороший. Он это уже понял в борьбе с самим собой. Когда человек находится под влиянием силы благости, постепенно вся жизнь меняется сама. Разум связан с силами, идущими из высших планет. Это первое ощущение, которое приходит у человека, что он действительно попал в разум, когда преимущественно попал под влияние силы благости, значит в разуме больше половины знаний направлено на высшие планеты. Или ощущение, что счастье находится в бескорыстной деятельности, у него уже заполнило больше половины разума. В этот самый момент у него возникает такое ощущение, что счастье есть. Он начинает чувствовать это в полной степени. Он начинает чувствовать, что на самом деле многие люди не понимают, они находятся в заблуждении. Они не понимают, что счастье на самом деле есть прямо сейчас. Оно не находится в сфере будущего, оно находится в сфере настоящего. Оно есть прямо сейчас, в любой ситуации жизни. Он абсолютно убежден в этом. Но это еще не значит, что в любой ситуации жизни он будет счастлив. Он живет такой же жизнью, его прижимает так же. Но, а отличие от благостного человека, который вступил на путь благости от страстных, знаете, чем он отличается? Когда его жизнь прижимает, он не унывает. У него нет разочарования. Потому что он знает, что это всего лишь пока еще слабое, пока еще проявление слабости моего разума. Он понимает, что благостная концепция не полностью овладела его разумом. Поэтому он и дает слабинку в своей жизни. Потому что страдание находится внутри, оно не находится снаружи. Люди в страсти считают, что страдание находится снаружи. Они приходят домой, смотрят на своего мужа и думают, вот оно, мое страдание. Смотрят на своего сына и думают, вот оно, мое страдание. Приходят на работу и думают, вот оно, мое страдание. Заходят в автобус, там тесно, думают, вот оно, мое страдание. Эти окружающие люди, почему они набежали вместе со мной? Что им здесь нужно? Вот, такой человек в страсти, он искренне считает, что ему не повезло. Он не понимает, гуна страсти заставляет его не понимать. Это сила, влияющая на разум. Она заставляет так думать. Она говорит, чай все в будущем. Вот выйдешь из автобуса, тогда будешь счастливым. Терпи. Вот, гуна страсти так действует на сознание, говорит, скоро зарплата, работай, скоро зарплата, все будет хорошо, когда получишь зарплату, будет лучше. Так действует гуна страсти. Купишь кофточку новую, еще никто не купил. Все, гуна благости дает ощущение, что счастье есть прямо сейчас. В результате этого ощущения, оно начинает распространяться вокруг этого человека. И первое, что меняется в его жизни, меняется случайное отношение. Он идет, допустим, по улице, такой человек, ему начинают все улыбаться. Ему улыбаются встречные люди, которых он не знает. Но те, которых он знает, а ему не улыбаются. Потому что они находятся в сфере более влияния, более сильной кармы. На работе отношения не изменились. Его немножко считают... Первое влияние гуны благости. Его считают чуть-чуть повернутым. Зарплату не дают уже две недели, а он ходит, что это хоть без штана. Ну, хорошо. Как будто без штанов жить хорошо. Вот. Его немножко критикуют на работе. Первое время. Потому что через людей, которые находятся на работе, влияет сила страсти. Сила страсти его проверяет на вшивость. Она заставляет его, как бы, общественное мнение, толкает его в сознание, в общественное мнение. Ты должен, так же, как мы, грустить. Ты не должен быть счастливым. Но люди встречные, которые ничего не знают, они улыбаются ему. Гуна благости влияет на его разум. Они чувствуют это и улыбаются этому человеку. Или относятся к нему хорошо. Дальше. Это первый признак. Самый первый признак преимущества влияния гуны благости. Означает, какие-то случайные события становятся... Удача приходит где-то со стороны. Когда она как-то... Жить становится проще. Первый самый признак. Жизнь становится проще. Человек начинает просить и смотреть на жизнь. Ему говорят, ты какой-то безответственный. Зарплату не дают две недели, тебе хоть бы что. На самом деле он более ответственный. Он боится находиться в плохом состоянии. Это повредит его родственникам. На самом деле испортит отношения в коллективе еще больше. Зачем ему находиться в плохом настроении, если это портит жизнь? Он не хочет этого. Он думает о любовь. Он с любовью думает о труде. Он контролирует свои чувства. Следующий признак нахождения в гуне благости. Гуна страсти означает, что человек постоянно занят определенным делом. Он наблюдает за собой. Он наблюдает за своим победением. Он не хочет скатиться под влияние гуны страсти. Гуна страсти влияет через прошлое. Мы много жизней уже прожили в ней. Она влияет и доходит до нас каждую секунду. Из прошлого до нас к нам приходит каждую секунду гуна страсти. И вводит наш мозг автоматически в это состояние. Каждую секунду это происходит. Человек, который споспал 8 часов, утром он просыпается абсолютно с воскверненным сознанием. Как будто он самосознанием не занимался в прошлый день. И поэтому человек, который находится под влиянием гуны благости, он понимает, что каждый день он должен бороться за свое счастье одинаково сильно. Людям, которые находятся в страсти, кажется, это борьба просто издевательством над собой. Но человек в благости, он начинает чувствовать счастье от деятельности, направленной на достижение счастья. Например, он делает зарядку в благости. Человек в страсти как делает зарядку? Сегодня, вчера я смог 50 наклонов сделать. Сегодня надо 55. То есть он находится под влиянием результата. Ему не здоровье важно, а результат. Человек в благости, он делает зарядку, он думает, надо в этой зарядке должен быть какой-то более глубокий смысл. Он начинает его искать, потом он делает вверх наклон, поднимает руки вверх. Здравствуй, Солнце, он говорит. Опускает вниз руки, говорит, здравствуй, Земля. И так он постоянно думает о том, он приветствует, он делает гимнастику в уме, психическую гимнастику больше, чем интересную. Он как-то пытается отключиться от того, сколько он сделал упражнений. Он знает, что это вредно. Это вводит его в состояние страсти. Он знает, что не нужно думать. Нужно вести себя в определенное состояние. Он делает гимнастику с целью достигнуть счастья. Он делает гимнастику с целью увеличить количество упражнений. Человек в страсти, увеличивая постоянно количество упражнений, потом начинает чувствовать, что гимнастика – это тумач. Это постоянное издевательство над собой. И он перестает это делать. То же самое человек в страсти. После лекции «Время – режим дня». Все люди в страсти резко начинают вставать в 4 утра. Проходят две недели, они говорят, это издевательство просто над собой. И они потом опять встают в 8, как обычно. Люди в благости, они понимают, что у меня разум, сознание не приспособлен для этого раннего утреннего времени, потому что оно предназначено для очень святых людей. «Я могу вставать в полшестого». Они начинают вставать в полшестого до восхода солнца, испытывать счастье полчаса до восхода, потому что после восхода время страсти уже наступает. До восхода время благости, полной благости. Он полчаса себя настраивает на весь день и какое-то счастье чувствует. Потом он опять повторяет то же самое. Человек в страсти расходует все свои силы быстро, потом он с отвращением воспринимает то, что он совершал аскезы. Понимаете, да? Поэтому люди в страсти не могут удержаться на режиме дня. Режим дня – это приоритет благостных людей. Почему же благостные люди могут совершать режим дня? Потому что они испытывают счастье от раннего вставания. Им хочется это делать, им нравится. Им нравится вовремя кушать, обедать. Каждый продукт надо есть в свое время. Им нравится в утром то есть, что нужно, в обед то, что нужно, и вечером то, что нужно. Им нравится вовремя ложиться спать и так далее. Люди, которые испытывают счастье от соблюдения режима дня, уже находятся под преимуществом влиянием гонных благостей. Они изучают, как окружающая среда, как окружающие планеты влияют на сознание. Оказывается, что человек жить должен по законам Солнца. Он должен, если человек живет по законам Солнца, тогда он испытывает счастье немедленно, как только он начинает это делать. Понять это могут только благостные люди. И так, под влиянием гонной благости, разум человека настраивается таким образом, что он начинает искать знания. Но так как он чувствует, что счастье есть, он приходит на лекцию, там он начинает, он грузит его начинает. С точки зрения банально. И все это информация, наполненная терминами, очень много термин, схем всевозможных. У него башка дымится, он все и отсюда пошел. Я счастливее от этого не стану. Он чувствует, что надо счастье где-то искать. Он ищет счастье. Поэтому ему информация не нужна, ему нужно практическое знание, как жить. Он ищет информацию, которая дает счастье. Он приходит в другое место, смотрит, там есть практическое знание, есть счастье, он остается. Таким образом, человек в благости ищет следующий его признак. Он начинает искать счастье. Мы изучаем признаки людей в благости, чтобы вы у себя их заметили, когда вы начнете тренироваться жить по-другому. Он начинает искать счастье во всем. И счастье находится в знании. Поэтому он ищет знание, которое принесет счастье. Он изучает это очень серьезно. Дальше следующий момент. Он чувствует, что то общение, которое у него есть, его уже не устраивает. Это значит, другая гуна начинает влиять. Люди в невежности, они тоже начинают думать, ну что у меня, какие у меня были друзья, там работа, там еще и семья. Они жизни не знают. Вот, и он думает, тебе сейчас надо просто с паханами дружить, это хорошие ребята. Они все понимают. Вот, то есть человек, находящийся в состоянии невежества, он как бы, у него меняется круг общения тоже. Человек благости, у него меняется круг общения. Он бы и хотел общаться с этими людьми, которые были до этого у него друзья, но они его не понимают. Он говорит, ты знаешь, как хорошо рано вставать? Он говорит, да. Еще что скажешь? Что тебе там еще очками сказали? Ну, давай рассказывай. Они смотрят на него, как на дурачка. Они ему говорят, ты знаешь, что тебя зомбируют? Каждую секунду. Он на самом деле, посмотри на него лицо. Он же масонский еврей. Он же зомбирует просто вас и все. Вы должны это понять. Зачем выходит на эти лекции? Это же зомбирование народа. Почему так все внимательно слушают? Он кодирует просто. То есть, люди в страсти, они ищут во всем этом подвох. То, что надо рано вставать, там питаться правильно, это подвох. Здесь есть какая-то тайна. То есть, на них влияет другая сила. Эта сила означает вторжение в разум. Раз ты имеешь такую концепцию счастья, значит, ты должен ее в полной мере испытать, ощутить. Раз ты поставил себе такую цель, жить для себя, в этом счастье, тогда ты должен достигнуть этого. И гуна страсти заставляет нас жить в этом направлении, чтобы в полной мере вкусить эту концепцию счастья, которая означает жить для себя, использовать окружающих людей в своих целях. И ты должен это испытать, поэтому эта сила заставляет не брать во внимание все то, что противоречит этой идее. Она отрезает в сознании все, в разуме отрезает все эти идеи. И человек в благости, который начинает влиять сила благости, он начинает общаться с этими людьми, они отрезают. Вот то, что его радует, они сразу говорят, нет, 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 это не так, это все обман. Вот это не так, вот так, это так. Они постоянно обрубают то, что находится в сфере его счастья, никаких шансов у него с ними общаться нет. Он начинает с ними общаться формально, как и раньше общался. Он им улыбается, говорит, здрасте, да. У тебя хорошо, у тебя все хорошо, да. А у тебя все хорошо, да. Это ты? Это я. А это я? И вот они, у них такое общение, то есть ничего незначащее общение идет. Ты преуспеваешь? Да, и я преуспеваю. Все. То есть у них идет ничего незначащее общение. Но он ищет людей в благости, начинает искать. Так как сила благости влияет на его ум, начинает по лицу определять. Он начинает по голосу, по лицу определять, чем их интересуется человек. Он начинает ходить в разные общества, смотрит. Вроде бы духовные люди, всех критикуют, постоянно злятся на всех. Туда я не пойду. Там нет счастья. Дальше идет другое место. Там все кричат. Мы счастливы! Мы счастливы! Мы счастливы! Это же эмоциональное состояние. Разум, он состоит из знания. Просто эмоционально ничего не изменяется. Можно орать, что я счастлив, но от этого счастья не прибавляется. Потому что, когда меняется платформа, знание, знание прибавляется, тогда появляется счастье. Разум находится не на эмоциональной платформе, а на платформе знания. Человек, который просто кричит, что он счастлив, счастье не меняется. Точно так же он кричит, я прошу курить! Но он не может бросить, потому что он действует с позиции чувств. Чувства не могут контролировать разум. Разум контролирует чувства. Разум говорит, курение это счастье. Ну как ты бросишь, если тебе нравится? Он говорит, нет, я вражу! Не бросишь? Потому что тебе нравится? Он потом видит сигарету и думает, завтра брошу. Счастье будет завтра, сегодня курим. Вот, все влияние гоно страсти на лицо. Представьте, люди, которые находятся под влиянием гоно страсти, они находятся на эмоциональной платформе. им кажется, что, на самом деле, если сильно напрячься, накричать сильно, сильно себе что-то сказать, тогда все меняется. Люди в благости знают, что это не так-то просто. Надо понимать, поменять понимание счастья, поэтому надо очень много размышлять, действовать в этом направлении. Люди, которые находятся под влиянием силы благости, у них нет эмоционально сильно выраженной окраски. Эмоциональная сильно выраженная окраска это деятельность гоно страсти. Люди под сильным влиянием гоно страсти, они эмоционально выглядят очень сильно. У них эмоции очень проявлены. Старинные часы, еще иду. Так далее. То есть, эмоциональная, очень сильная такая платформа, эмоциональная, она бьет людям по эмоциям. И так как люди, находящиеся под влиянием силы страсти, они хотят счастья, эмоционального счастья, просто чтобы оно было, неважно от чего. Поэтому они слушают всякие глупости. Если взять вот логический, ну, взять логический, построить логическую цепочку из песен, которая находится под влиянием гоно страсти, то там нет никакой логической цепочки. Но людям нравится под влиянием гоно страсти, это все нравится. Ты любишь, не любишь, плюнешь, поцелуешь, любила, разлюбила, шла к другому. Никакой логики. Всем нравится, все очень танцуют, все танцуют под это. Вот. Это означает ли они силу страсти? Никакой, просто глупости все. Люди в благости, они смотрят, думают, зачем они здесь, что они делают? Чем они занимаются? Почему они так двигают ногами, руками? Почему они слушают эту глупость? Она же ни о чем не говорит им, эта песня. Люди в благости ищут счастье с позиции знания. Они не хотят вот этой глупости всех, они насмотрели уже на глупости, насмотрелись. Так влияет гоно в благости. И поэтому, если человек может объяснить свою концепцию счастья, они слушают. Если не могут, они не могут, они говорят ему гудбай. ищут другого, кто может. Следующий момент, который очень важно знать. Под влиянием гуны благости человек начинает чувствовать благость во всем. Он автоматически начинает понимать, что такое благостное питание, что такое благостная одежда. Он начинает чувствовать, как надо благостно устроить свою квартиру. И это ощущение, оно не основывается на чувствах, оно основывается на знаниях. Он начинает сравнивать все с какими-то писаниями. Он хочет действовать под руководством, чьим-то руководством, потому что гуна благости, она говорит человеку, ты не знаешь. Гуна благости, гуна страсти говорит человеку, ты знаешь. Ты можешь. Гуна страсти, гуна благости говорит человеку, ты не знаешь, но можешь узнать. Понимаете? Ты не знаешь. Поэтому Человек заранее ставит себя ниже знания. Человек в страсте ставит себя выше знания. Он приходит на лекцию, он говорит, я это знаю, я это знаю. Он ставит себя выше знания. Человек в плавности ставит себя ниже знания. Он думает, это я не знаю. Это я не знаю, это я не знаю. Я ничего не знаю, о чем здесь говорится. Я хочу понять глубже. Мне надо... И он хочет прибежище, он хочет какое-то знание, которое бы ответило на все его вопросы. Он хочет стабилизировать, фундаментализировать свой разум. Оказывается, только знание дает фундамент разуму. Знание, на которое можно опереться. Человек благости, он ищет знание, на которое можно опереться и держаться за него. А что такое сила разума? Благости означает, что человек все свои действия сравнивает с каким-то определенным знанием. Его не интересует ничего другое. Только сравнение с этим знанием. А в соответствии с этим знанием я правильно поступаю или нет? Он думает об этом постоянно. Человек в страсти, у него нет направленности одной разума. Его знание означает счастье прямо сейчас. Он хочет плодов. Человек благости знает, что счастье сейчас есть. Но больше счастья будет, когда я сам стану лучше. Поэтому он хочет сначала стать лучше. Он не ждет счастья. Он знает, что счастье придет обязательно. Это гарантированно. Он работает с любовью к труду. Человек в страсти, когда планеты влияют хорошо, он чувствует радость от труда. Ему хорошо трудиться сегодня. И он на следующий день приходит, и он наслаждается сразу. Он забывает про труд. Он садится и думает, как хорошо. Он хочет радоваться. Он хочет испытывать счастье. Ему некогда трудиться. Он хочет плодов. Человек в благости думает. Мне это чувство, что мне хорошо. Оно мне мешает. Я должен трудиться. Я должен любовь свою вкладывать в труд. Тогда будет счастье. Если я сейчас буду наслаждаться, сидеть, просто радоваться, счастья не будет, оно уйдет. Он знает это. Если меня хвалит, счастье уйдет. Надо, чтобы не хвалили. Если ко мне хорошо относятся, я плохо отношусь, значит, счастье уйдет. Я должен хорошо относиться первым, а не вторым. Понимаете, человек в благости находится под такой концепцией. Он хочет в действии получить счастье, а не в плода. Понимаете эту идею? Таким образом, человек в благости, находящийся под влиянием силы благости, он как бы сильно концентрирует свой разум и пытается углубить свое понимание счастья. В этом заключается деятельность его. Поэтому он находит самый лучший способ, как это сделать. Он находит формулы, древние формулы, которые, повторяя каждый раз, можно углубиться в знания. Эти формулы не что иное, как молитвы. Он начинает повторять одну и ту же эту формулу и сильно концентрируется, и постепенно все глубже и глубже входит в это состояние счастья. Он не хочет повторять что-то другое. Человек в страсти ищет что-то другого. Ему невозможно одно и то же повторять. Он говорит, я это уже понял. Все, мне надо что-то другое. Итак, человек под влиянием силы благости очищает свой разум. Его карма становится все лучше и лучше. Он сжигает, живя, просто живя, он сжигает все свои прошлые грехи. Его жизнь становится все лучше и лучше. И поэтому, само собой, он живет просто так. Он не пытается влиять на окружающих людей. Он знает, что я не могу, не могу изменить себя. Как я могу изменить тогда его? Я не могу с собой-то ничего сделать. Как я могу ему помочь? Он начинает изучать, как правильно жить. Он ко всем доброжелательно относится. Он понимает, как трудно изменить себя. Поэтому такой человек благости, он не трогает сына-наркомана. Ему его очень жалко, он сострадает ему. В результате сына-наркомана думает, у меня папа изменился. Он стал лучше. Он ко мне хорошо относится. Понимаете, меняется отношение. Сын-наркоман начинает уже слушать, что говорит папа. Потому что он чувствует, что от него не идет вот эта сила, желание поменять. Желание как бы пересилить его. Понимаете? Он не чувствует, что от него идет насилие. И таким образом человек благости, просто живя благостной жизнью, меняет окружающих людей. Вокруг него все начинает меняться. Люди начинают становиться лучше. И как вы думаете, что думает благостный человек по этому поводу? Он думает, на самом деле так тяжело из наркомана стать нормальным человеком. И мой сын способен на это. Я не способен был ничего сделать. Я пытался ему помочь, но он никак не поддавался этому моему влиянию. И он сам вдруг воспрял, и он стал лучше. Я не достоин такого человека. Он очень сильный человек на самом деле. Человек благостный, как думает. Он считает всех окружающих людей лучше себя. Он чувствует, что он не справляется со своими обязанностями сам. Но люди окружающие, они воспривают духом сами. Он чувствует, что у них сила какая-то есть внутри, которую он не достоин. Он начинает ценить людей. Не фальшиво. В гуне страсти все ценят друг друга как? Просто чисто формально. Потому что если ты не будешь ценить, тебя вытурят просто из коллектива. А даже отношения в семье в гуне страсти, там нет любви. Чисто формальные отношения. Если я буду улыбаться мужу, он значит меня будет любить. Если я не буду ему улыбаться, он меня любить не будет. Поэтому надо улыбаться. Изо всех сил стараться. Улыбка губами, растягивание губ. Резиновая улыбка. Улыбка в гуне страсти. Резиновая улыбка означает, глаза не улыбаются. Улыбаются губы. Почему глаза? Глаза отражают ум. Ум у человека в страсти очень напряжен. Он боится сделать что-то не так. Он ходит постоянно. Он хочет быть как бы в соответствии с нормами. Поэтому ему очень трудно. Он заходит в какое-то помещение, смотрит там все каким-то особенным образом все себя ведут. Допустим, это очень стильный банк. Там надо ходить вот так. По-другому это значит уже все. Это значит ты уже просто отстал от жизни. И он когда заходит в этот банк, он смотрит, он шел как бы по улице определенным образом. Когда он заходит в этот банк, он сразу так раз и пошел, как все тоже. Вот. Это означает влияние гонных страсть. Чисто внешняя сила, которая действует на сознание. Человек под влиянием благости, он заходит в банк в тот же самый. Он смотрит все так ходят. Он думает, ну ладно, ну что же делаешь. Вот. И он всем улыбается. Он идет спокойно. Если сила благости сильна, сначала люди страсти его проверяют. Они смотрят ему в глаза. Ну почему ты так вот не загнулся? Почему ты-то не так ходишь, как мы? Не так делаешь, не так говоришь. Почему так вот не делаешь? Почему? Он смотрит, улыбается, любит всех. Они сначала его проверяют. А потом, проверив, они понимают, что хороший человек. И все. И они забывают, как он ходит. Он просто ходит, как ходит. У него нет проблем. Люди, которые находятся под влиянием силы страсти, они стараются держаться благостных людей. Сначала они их проверяют сильно, потому что они кому не доверяют, люди страсти. Но потом они из-за всех сил стараются держаться благостных людей. Потому что они чувствуют, от них исходит счастье. Но попасть в общение с благостными людьми для людей в гуне страсти практически невозможно. Потому что люди в благости в основном общаются с людьми в благости. И когда человек находится под влиянием гуны благости, постепенно меняется все его окружение. Меняется его жизнь. Родственники меняют к нему отношения. Они могут друг с другом лаяться, как собаки. Они могут там где-то жить, как жили. Они могут не измениться внутри себя. Но в отношениях с этим человеком они становятся другими. Таким образом, среда его обитания совсем меняется. Жизнь его меняется. Несмотря на то, что вокруг преобладает влияние гуны не вешаться сейчас, человек в благости не испытывает это влияние на своем сознании. Он чувствует себя счастливым, несмотря на то, что такая очень ужасная жизнь кругом. Некоторые люди в страсти ему завидуют. Они говорят, у тебя просто такие условия жизни. Тебе лучше жить, потому что у тебя нет вот этого, вот этого. Тебе легче все. У тебя есть, конечно, у тебя есть хорошие друзья. Почему бы тебе не жить? У тебя такая работа хорошая. Почему бы тебе не жить? Вот, у тебя здоровье есть. У тебя нет проблем. Тебе вот стиральную машину не надо срочно покупать. А мне надо. У меня же тоже нет стиральной машины. Ну, просто понимаешь, у тебя другая жизнь. Тебе не надо просто... У тебя другая жизнь. А мне надо, понимаешь? У тебя такая жизнь. Если я не куплю стиральную машину, И моя подружка придет с работы в гости, она подумает, фу, столько зарабатывать, получать такую зарплату, до сих пор стиральной машины нет. Что за ерунда такая, с кем я связалась. Вот, то есть, унастрастия заставляет жить в этом ракурсе людей. Уна благости, она действует по-другому. Человек под влиянием гуны благости, умирая, озаряется светом счастья. Его лицо улыбается, хотя он испытывает какие-то боли, но он не придает этому большого значения. После смерти он умирает в спокойном состоянии сознания, после смерти его лицо источает такое ощущение счастья. Человек под влиянием силы страсти, умирая, очень сильно корчится, мучится. Человек под влиянием в силу невежества, умирая, он испытывает сутки страданий, дикие критии сдаёт. И он мочится под себя в момент смерти, или под себя ходит в туалет. Это значит, что через нижний центр душа выходит, на нижний планет. Этим силам гуны материальной природы подвержены всём мирозданием. Нет ни одной частицы, ни одного объекта в этом мире, которое бы не находилось под влиянием этих сил. Человек благости это очень тщательно изучает. Цвета находятся под влиянием этих сил. Если ты не тот цвет носишь, значит ты находишься под влиянием никаких сил. Ты должен правильно носить одежду, ты должен правильно кушать, ты должен правильно общаться с людьми, ты должен правильно выбрать себе место для того, чтобы спать, ты должен в правильном направлении спать, ты должен вовремя вставать, вовремя есть, вовремя ложиться спать, ты должен делать то, столько как человек устраивает, куда я попал, Бог ты мой, это как робот же надо жить. Но человек в благости знает, что если он делает так, то жизнь сама делает его счастливым. Человек в страсти, он бьется головой в стену и думает, ну зачем я пойду в эту дверь? У меня есть свобода выбора. В этом бьется головой в стену. Человек в благости изучает эту дверь. Он изучает, идет дверь. Человек в страсти думает, фу, он какой-то однобокий. Вставать в одно и то же время каждый раз. Но это дверь. Это выход к счастью. Человек в благости чувствует несчастье. Поэтому он встает в это время, он знает, что счастья нет в любом случае. Поэтому человек в благости внешне кажется, что он живет как робот. Но если человек в благости смотрит на человека в благости, то он видит, что на самом деле внешне это деятельность, как будто как робот. Она на самом деле ничего подобного. Его жизнь абсолютно свободна. Потому что его жизнь находится в разуме. Понимаете? Не в поведении, не в том, куда идем, а в том, что находится внутри. Существуют очень большие таблицы, что находится в благости, в страсти и в невежестве. Корова находится в благости, копытные животные находятся в страсти, другие. Все остальные животные находятся в невежестве. Дальше. Пчела находятся в благости из насекомых. Муха находится в невежестве, бабочка находится в страсти. Из деревьев, допустим, береза вот из местных, все плодовые деревья, сладкими плодами находятся в благости. Все деревья, которые очень сильно растут, быстро очень сильно растут, находятся в страсти. Все ядовитые деревья находятся в невежестве, ядовитые кустарники и так далее. И так далее. Во всех формах жизни есть проявление благости, страсти и невежества. Местность, горы находятся в благости, равнина страсти, низина в невежестве. Водоемы, проточная река находится в благости, болото находится в невежестве. Стоячая вода находится в страсти. Просто. Люди в невежестве ходят на болото попить водочку. Люди в страсти ищут в стоячую воду купаться. Люди в благости ищут проточную, чтобы она текла, чтобы была свежая горная речка, им нравится. И так далее. То есть каждый находит свои условия жизни в соответствии с гунами, которые влияют на сознание. Ваши вопросы. В целом, как бы надо понять, что разная местность находится в разных гунах. В море оно находится в благости, океан тоже. Океан тоже бывает разный. Бывают святые реки. Они находятся в благости. Бывают менее святые реки. Пожалуйста, не стесняйтесь задавать самые нелепые, может быть, вопросы, как вам кажется. Что делать, если ребенок 8 лет, девочка грозит все подряд? Как от этой привычки избавиться? Помогите. Вы говорим о гуне благости. Вы не сможете, вы можете нейтрализовать это влияние, но это уже другой вопрос. Это не связан с темой вопрос. Вот люди хотят слышать о гуне благости. Зачем вы задаете этот вопрос? Значит, вы находит страсти. Вы хотите что-то для себя сделать. Но сделайте что-то для других. Оторвитесь от себя, от своей девочки, хотя бы на 5 минут. И задайте вопрос о том, как правильно жить. Тогда вашей девочке сразу станет легче. Об этом была вся лекция. Скажите, пожалуйста, что делать, если все равно мне в жизни приходится учиться с противоположным полом. А замуж я тоже не хочу, потому что не влюблена. Вопрос под влиянием гуны страсти. Я под своей глупостью сказал ведическую концепцию обучения. В результате люди в страсти, которые воспринимают все очень, очень, как бы, полярно. Гуна страсти дает полярное смышление. Значит, тогда нельзя ходить в школу. Все. Мальчики рядом, учиться нельзя. Все. Застрелиться, что ли, теперь? Как жить? Мясо есть нельзя, родители едят мясо. Надо застрелиться. Или уйти из дома. Полярное смышление означает, что человек или черное, или белое. Одно из двух. Он не понимает, что в тех же условиях, в которых он находится, ему надо изменить понимание жизни, свое мышление. И тогда счастье придет само. Есть мальчики рядом или нет, не имеет значения. Все зависит от настроя, от сознания. Если человек в правильном сознании находится, хоть рядом, хоть кто ходит, не имеет значения. Можно быть счастливым в этой среде. Надо просто свой разум направить в другое место. Можно, допустим, у одного святого, у женщины одной святой, муж питался мясом всю жизнь. Она ему готовила мясо. Это не мешало ей быть святой. Она не мешала, не хотела как бы свободу выбора, решать свободу выбора своего мужа. Она ему готовила то, что он хотел есть. Все. Она была святым человеком. Это подтверждают все люди, которые ее окружали. Она откормила мужа мясо. Нет проблем. Человек в подвлении благости, он готов прощать людям. Он готов идти навстречу. Он очень сострадает. Он знает, что не так и просто изменить свой качество характера. Судьба может плохо влиять. Люди в страсти постоянно фанатеют. Они говорят, нет, все. Олег Иванович открыл мне глаза. Развожусь, ухожу с работы. Меняю место жизни. Не ухожу в храм, там только все, все. Гуна страсти действует. Человек в страсти думает, что с помощью силы страсти можно стать благостным. Поэтому он начинает фанатеть. Он приходит домой. Я вас всех ненавижу, но люблю. Я вам всем желаю счастья, но глаза вы моих вас не видели. То есть он ничего не понял. Он приходит с лекцией, он ничего не понял. Но у него продолжает влиять гуна благости, он считает себя уже благостным. Он считает, что все. Знаете почему? Потому что гуна страсти, она очень все дешево, очень как бы, очень, человек под влиянием гуны страсти очень дешево все воспринимает. Он думает, что я лекцию послушал, все. Вот теперь я понял. Да ничего не понял. На самом деле понимание, да понимание еще очень далеко. Потому что человек благости, он испытывает сострадание ко всем близким людям. Он никогда не будет лишать им свободы выбора. Он никогда не будет плохо думать о них, говорить. Понимаете? Это означает гуна благости. Он третировать никого не будет. Представай. Он знает, что счастье находится во внутренней деятельности, а не во внешней. Поэтому если он хочет кого-то третировать, он знает, это влияет гуна страсти, не благость. Поэтому я должен сопротивляться этому. Я не должен людей воспитывать, я должен воспитывать себя. Если я воспитаю себя, они сами будут воспитываться под влиянием гуны благости. Кто написал веды? Откуда пришла нам эта информация? В ведах описано, что веды описаны Богом. Написаны Богом. Как это проверить? Существует... Бог означает абсолютная истина. То есть существуют люди, которые подтверждают это в своей жизни. Если информация идет от абсолютной истины, значит много последователей этого знания. Будут обладать силой, способностью быть очень возвышенными людьми. И я прежде чем изучать веды, я начал изучать, кто несет это знание. Я начал изучать историю, биографию этих людей. Я пришел к выводу, что они на самом деле обладают колоссальной силой, чистоты. Колоссальной чистотой. Если чистое знание на сознание влияет, люди меняются очень быстро. Допустим, с чего пропадать человек, который принес правильное понимание вед в западный мир. Когда он приехал в Америку, у него появилось много последователей, которые сразу бросили пить, курить, заниматься развратом. Утреблять наркотики, есть мясо. Допустим, в каких-то традициях на это требуются годы, чтобы человек этого достиг. Очень долго надо трудиться над человеком, чтобы он достиг этого состояния. Когда очень чистое знание на сознании влияет, человек может от всего отказаться сразу, у него нет проблем. У него нет ломок после того, как он бросает иглу. Это означает влияние очень чистого знания, очень сила счастья, идущая от знания, очень большая. И в результате этого я начал думать, неужели это возможно? Я начал проверять, изучать на себе и увидел, что это работает. Веды означают, что существует счастье. Понимаете, если счастье есть, значит должен быть какой-то стандарт счастья, какой-то источник счастья. Веды говорят, что счастье есть и в Библии, и в Коране, и в мусульманстве, во всех направлениях есть духовное знание, есть счастье. Но его надо взять. Для этого должна быть личность, которая может это сделать. Понимаете? Счастье везде есть. Любое знание, идущее свыше, оно и обладает счастьем. Силой счастья. Веды передавались по цепи ученической преемственности. Эта цепь вся в ведах самих зафиксирована. Там описывается их жизнеописание, этих людей, которые передавали веды. Пять тысяч лет назад был, то есть есть не был, а есть. Есть такой мудрец, Есадева. Он записал на земле пять тысяч лет назад. Началась эпоха, в которой мы живем, эпоха деградации. В предыдущую эпоху память была абсолютно, ничего не надо было записывать, люди все запоминали. Потом, когда начала эпоха деградации, память начала ухудшаться. Вы видите, что у ребят, у детей, которые рождаются сейчас, память намного хуже, чем была у вас в молодости. Это означает идет деградация, снижение памяти означает деградация. И поэтому Есадева, он записал ведические знания. Он основные постулаты записал. У него очень много томов, десятки томов вот этих записей. Но кроме того, веды записаны также и другими великими мудрецами. Не у нас, а во всей Вселенной. Если, допустим, я вам скажу, что, допустим, Парашара-Корашастра, это астрологический трактат о том, что такое астрология. Пописано мудрецом Парашары. Он живет на высших планетах. Это знание мы читаем прямо здесь. Вы посмеетесь надо мной и скажете, ну это тоже загибает. Оно написано им. Это знание мы имеем. Но кто может поверить мне из вас? Надо это изучать. Смотрев, как это работает на практике, тогда можно это... Есть два вида науки, понимаете? Наука в страсти означает практический эксперимент. Я тебе верю. Нет практического эксперимента. Я тебе не верю. Практика для нас. Это деятельность среди молекул, атомов и всего прочего. Но веды находятся в сфере ума. Кто из ученых может сейчас поставить практический эксперимент с умом? Энергия ума тоньше любых атомов и электронов. Ведический мудрец может поставить эксперимент с умом, потому что его ум чист и он работает как прибор. Веды говорят, истину надо изучать с помощью другого прибора, который находится в нашей собственной голове. Бог дал нам возможность изучать мир гораздо тоньше, чем все современные приборы, которые существуют. Но для этого надо очистить свой ум. Если твой ум становится как зеркало, ты весь мир воспримешь таким, какой он есть. И ты сравнишь это писание по своему восприятию с тем, что ты увидел и что там написано. И увидишь, что это знание истины. Все. Это называется научный эксперимент, согласно ведической культуре. Для нас научный эксперимент означает, что надо что-то делать внешнее, для того, чтобы подтвердить. Это же примитивно. Мы не можем тоньше атомов ничего сделать. Ну, протонов, ну, нейтронов там и так далее. Но тонкое тело ума тоньше, чем все это. Оно движется в миллионы раз быстрее скорости света, веды говорят. Человеку достаточно подумать о ком-то. Его мысль немедленно соединяется с объектом в ту же секунду на другой части земли. С любым человеком. Вспомните любого человека на другой части земли, если он ваш друг. Связь он становится. Но он не почувствует, и вы не почувствуете. Потому что зеркало ума грязное. Два чистых человека смогут так сделать. Сергий Радонежский сидел, вкушал в окружении своих учеников. Потом он неожиданно встал, поклонился и сел опять есть дальше. Потом, когда ученики начали исследовать этот вопрос, оказалось, что в это время проходил на расстоянии несколько десятков километров возвышенный святой его труд. Он как раз повернулся в это время и сделал поклон Сергию Радонежскому. Сергий Радонежский встал, поклонился ему тоже, дальше начал есть. Кто может понять из нас эти действия? Они чувствуют это на расстоянии у нетонкой тела ума чистот, у святых людей. Если бухгалтер будет с правдивостью общаться с проверяющим, фирму закроют. Совершенно верно, я с вами согласен. Как быть, менять профессию? Нет. Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Нет, не надо менять профессию. Надо продолжать выполнять свои обязанности согласно месту времени обстоятельств. Мы об этом еще будем говорить. Это значит, вам придется так жить. Вам придется сдавать бухгалтерии так, как вы сдаете. Но не думать, что от этого будет счастливая судьба. Потому что присутствует обман. Чтобы нейтрализовать этого, для этого надо совершать много добрых дел. Постепенно, когда человек... Не надо менять условия жизни, еще раз повторяю. Работайте там, где вы работаете. Какая бы работа грязная и тяжелая ни была, психически, физически. Работайте там, где вы работаете. Однако же, надо поменять отношения к людям, отношения к близким. Надо начать воспитывать все хорошие качества характера. Когда гуна благости начнет влиять на нас, она сама все поменяет. Вот смотрите, человек не понял, какие лекции. Он говорит, что? Менять профессию? Ну и смени. Все равно на тебя продолжает влиять гуна страсти. Опять будет то же самое. Там же будет то же самое. Сменишь мужа, сменишь детей, сменишь профессию, сменишь ботинки. Все меняет. Гуна страсти продолжает влиять. Что бы ты ни сменил, та же самая сила на тебя будет действовать. Не так-то просто попасть в воздействие гуны благости, поэтому не надо ничего менять. Успокойтесь. Как было, так и есть. Все осталось на прежних позициях. Надо жить, как жили. Надо менять постепенно свое понимание счастья. Как только человек изменил свое понимание счастья, все само будет меняться вокруг. Я вам говорю, что само не надо ничего менять. Но вы меня не слышали? Записка была написана человеком, который меня не услышал. Должно само поменяться. Это означает влияние с гун. Человек, который пытается все менять, он находится в влиянии силы и страсти. Он будет испытывать одни поражения. Он хочет все поменять. В этом заключается проблема. Можно ли сделать так, чтобы на земле было больше счастья? Можно. Для этого нужно заняться своим сознанием. Так сказал Лев Толстой. Он сказал, если вы хотите, чтобы на земле было больше счастья, станьте счастливым человеком, и на земле будет больше счастья. Если же вы думаете, что для этого надо менять весь мир, от этого на земле и счастья больше не будет. И большевики ему сказали, что ты ошибся, Лев Толстой. Мы весь этот мир до основания мы разрушим, а затем мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Вот и построили. Почему в физические времена было больше счастья? Потому что точно так же, как мы стареем. Мы стареем же, правильно? Каждую секунду мы стареем. Точно так же все процессы на Вселенной проходят. Поэтому каждая эпоха, она старше другой. У нас существует четыре цикла, четыре эпохи во Вселенной. Как сезоны. Зима, лето, зима, весна, осень. Весна, Вселенная означает золотой век. Золотой век длится 1 миллион 800 тысяч лет. В это время живые существа, которые живут в это время, в эту эпоху, они живут по 100 тысяч лет продолжительной жизни. Вы не можете поверить, в это ведоописывают. Дальше, следующая эпоха, Серебряный век. Живые существа живут по 10 тысяч лет. Когда они живут по 100 тысяч лет, у них очень много счастья. Они много добываются в жизни. Потом постепенно Вселенная оскверняется все больше и больше грехами живых существ. Оскверняется этими грехами. Дальше Серебряный век. 10 тысяч лет в среднем живут. Он длится 1 миллион, там 400 с чем-то тысяч. Дальше. Я точно не помню цифры. Надо 430 тысяч умножить на 4, и это будет золотой век. 432 тысяч умножить на 4. Вот, дальше. Бронзовый век. Живые существа живут тысячу лет в среднем. Это предыдущая эпоха, господа. Возьмите Библию, там написано, Адам жил 800 лет. Там его последователи уже по 500, по 400, по 300. Мы думаем, что это цифры? Откуда такие цифры? Постепенно они становятся, жизнь становится короче. Ведах описано 5000 лет назад, 5000 лет назад. Средняя продолжительность жизни 150 лет. Там описано, люди жили по 150 лет тогда. 5000 лет назад ведах описано это. Сейчас сколько средней продолжительности жизни? 70, 60, и то меньше. Сейчас аборты надо учитывать еще. Одну секунду средняя продолжительность. Сколько абортов делать? Итак, почему люди жили лучше? Потому что идет деградация. Старение. Потом наступает катаклизм, которого предсказывают многие там направления вверх, что вот завтра будет там все, затопит все. Это, согласно логическому знанию, произойдет через 428 тысяч лет. 5000 лет прошло. 5102 года. С начала нашей эпохи. Вот через такой срок будет деградация, будет частичное разрушение Вселенной, потом опять все заново, новая эпоха. Поэтому раньше лучше жили. Завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Это означает гуна страсти. Человек благости знает, что надо быстрее становиться счастливым, завтра лучше, чем вчера не будет. Сегодня надо быть счастливым, а не завтра. Можно считать, что желание заниматься спортом, не йогой, это гуна страсти. Можете так считать? Потому что, если человек делает просто зарядку обычную, это гуна благости. Но если он хочет результата, значит, это гуна страсти. Какой результат достигают спортсмены? Они становятся коллегами, у них портится здоровье, потому что они испытывают сильные перегрузки. Вот такой результат будет у всех, кто находится в благости. Если процесс приносит удовольствие, то это гуна благости. Не просто удовольствие, он приносит повышение сознания. Можно же просто вот так лежать, тоже будет приносить удовольствие. Но это не гуна благости. Гуна благости означает, что удовольствие находится в бескорыстной деятельности. Человек делает гимнастику с целью повысить свое сознание. Он не делает с целью просто делать гимнастику, наслаждаться гимнастикой. Мы моржуемся там, то-то все нам хорошо. Мы рисуемся своим моржеванием. Вот. И чем? Это гуна страсти. Приводит к чему? Болезненно. Я тоже занимался в проруби, купался. Потом как суставы заболели, думаю, все, хватит. Откупался свое. Потом узнают друзья, которые моржевались. Этот от инфаркта, этот от инсульта умер. Почему? Потому что перегрузки большие. Человек, потому что хочет больше. Иванов сказал, природа не любит хвалюков. Хвалюк это кто, который хочет наслаждаться этим процессом, закаливанием, голоданием. Он увеличивает сроки. Это влияние гуны страсти. Это приводит к болезни. Человек благости целью не ставит голодание, увеличит голодание. Он хочет улучшить свое сознание. Он хочет для этого чувства долга. Мы живем на седьмом космическом ярусе. В процессе развития Вселенной произойдет ли слияние всех ярусов? Никогда не произойдет. Зачем их слиять? Каждый человек хочет своего вкуса счастью. Живые существа, которые живут на Вселенной, имеют разные вкусы к счастью. Поэтому вся Вселенная содержит разные способы жизни, разные стили жизни. Их очень много. Для чего? Для того, чтобы мы все попробовали все, что можно попробовать, если нам так хочется. Мы должны испытать счастье, мы говорим. Пожалуйста, разные виды счастья. Зачем все сливать вместе? То же самое. Люди в страсти, они думают, надо изменить Землю, надо сделать ее райской планетой, надо превратить ее в рай. Это невозможно. Потому что на Земле всегда будет такая жизнь, как сейчас. Потому что Земля находится под влиянием этих сил. И мы ничего с этим сделать не можем. Но люди в страсти, они борются с внешней обстановкой. Они хотят победить внешнюю обстановку. Они думают, что сейчас и будет нам лучше, если мы победим. Это невозможно. Почему невозможно? Глубь в ней нас. Земля всегда блага, как всегда будет. Понимаете идею? Надо победить внутри себя. Свою чеку. Итак, дети носили страсть или пласт. Как они могут бороться за страстью, если еще ничего не создают? Согласно, когда человек такой страсть, для его дети находятся блага. Ему кажется, что ребенок маленький. Он на самом деле, он такой умный, такой хороший. Он самый лучший. Потому что он не будет в небо. Он принял к счастью, он такой хороший. Он должен стоher спит. Кто от его счастья может? Человек благости знает, что ребенок полон невежigos. Он бы не знает, он не понимает, он просто него невежу. Поэтому человек благости создает ребенка, думает, надо его баловать, не надо то и не надо сего. Человеки клоняются к ребенку. Думают, что смотри, какой у тебя ребенок. Он самый хороший. Он лучше, чем мы, лучше, чем ты. Надо поклоняться к ребенку. Человеки дом. Мы говорили об этой теме, что приводит к поклонению ребенку. Мы говорили, что потом наступает. Человек благости сразу знает, что привязанность сильная к ребенку, это просто так влияет гун, и ничего страшного. Надо выполнять перед ним свои обязанности. Хороший он или плохой. Любовь к детям это естественная вещь, но и пусть будет. Надо выполнять обязанности, означает, надо воспитать хорошего сына. Для этого не нужно сильно очень гладить его тельце, для этого не нужно сильно очень наслаждаться им. Нужно сделать так, чтобы он стал хорошим человеком. Нужно заставлять, не заставлять, а прививать к нему вкус, к труду. Поэтому нужно, когда ребенок появился, нужно сразу начать жить правильно, чтобы ребенок впитывал это, и чтобы он понял, что тоже там должен жить. Вот является воспитание. Что такое воспитание детей? Дети находятся в невежестве, согласно ведом. Молодые люди находятся в страсти обычно, они хотят жениться. Сила страсти на молодежь влияет больше. Пожилые люди в основном находятся в благости. Почему? Потому что они думают о том, как правильно жить. Посмотрите здесь, кто сидит в зале. Здесь не дети сидят, но очень мало юных людей, в основном уже среднего возраста. Они, среднего возраста, люди понимают, что надо как-то начать правильно жить. Благость означает разум. Они приобретают разум. Разум не стареет, он в течение жизни все время растет. Поэтому человек, пожилой человек в благости, поэтому пожилых людей надо слушать, если они действительно посвятили свою жизнь самосознанию. Если находишься под влиянием гуны невежества. Вот смотрите, вопрос очень длинный. Первая фраза. Если находишься под влиянием гуны невежества. Этот человек, который написал эту фразу, находится под преимуществом, сейчас находится под преимуществом влиянием гуны благости. Почему? Потому что он, если он о себе это писал, конечно, не о каком-то другом, потому что он способен сказать о себе, что он находится под влиянием гуны невежества. Человек в страсти никогда не скажет, что он под влиянием гуны невежества находится. Тем более человек невеже, он даже сидит здесь, если там зале не будет. Он встанет и пойдет. Он облияние невежества так влияет на разум, что человек, он не может слышать вообще ничего, что противоречит его в пятом на жизни. У него никаких шансов есть сдвинуть свое сознание. Нет. Человек в страсти, он прислушивается. Ему интересно что-то, он ради интереса приходит. Ему интересно. Но он боится всего нового. Ему кажется, вот, а вдруг так, а вдруг, а если то, а вдруг, если я... Кошмар! Вот, человек в страсти боится знания, но он слушает. Человек в благости испытывает счастье во время знания, он слушает знания и испытывает счастье. Итак, если находишься под влиянием гуны невежества, то нужно сначала стремиться к гуне страсти, а потом к гуне благости. Или можно проскочить к гуну страсти и попасть под влияние благости. Человек должен стремиться к самому высокому, но миновать гуну страсти он не сможет. Хотя он может ее проскочить. То есть, идея такая, человек должен стремиться к благости, он не должен стремиться к страсти. Если он стремится к страсти, он останется в невежестве. Если он стремится к благости, он попадет в страсть. Понимаете? Сначала человек становится фанатиком, это означает гуна страсти, но он стремится к благости. Потом он становится благостным уже, думает, господи, что это он обедокурил, а? Как я относился к своим родственникам, к своим детям? Как они меня терпели все это время? Это же кошмар. Дальше. Скажите, как избавиться от влияния НЛП? То есть неопознанных летающих объектов, да? Или что это такое, НЛП? А, вас запрограммировали, что ли? Спасибо за вопрос, хороший вопрос. Чтобы избавиться от НЛП, достаточно. Достаточно. Поверить, что моя судьба зависит от моей собственной кармы. Никто, посторонний человек, даже полубоги, даже высшие живые существа не могут повлиять на мою свободу выбора. Так устроен этот мир. Иначе счастья нет, если кто-то может насилие совершить над тем-то. Все зависит, кто находится в руках моей кармы. Как поддерживает человек идею, что он находится под чьим-то влиянием? Только с помощью веры в то, что существует насилие. Все виды сглазов, порч, находятся в сфере невежества. Это означает, что я верю, что есть насилие. Кто-то может меня сглазить, плохо повлиять на мою жизнь. Как только человек перестает в это верить, он считает, если я сам хороший, значит никто плохо на меня и влиять не будет. Если я сам плохой, значит я думаю плохо от других. И поэтому мне кажется, что я под влиянием НЛП нахожусь. Как только человек начинает верить в справедливость, он из этого влияния тут же уходит. Все, никакого влияния нет. Пока он находится в невежестве, ему кажется, что все на него действуют. Он идет и думает, так. Зомби, зомби, он зомбирует, все зомбируют. Постепенно он погружается в гунну невежества, глубже. И к чему он приходит? Крокодильчики, крокодильчики. Все, сумасшествие. То есть, это означает сумасшествие. Надо просто уйти от сумасшествия. Для этого надо понять, что есть справедливость. Никто не будет вас зомбировать, если вы не находитесь под влиянием плохой кармы. А плохая карма означает, что она сама действует. Гунны действуют на нас. Вот смотрите, люди всегда знали, что гунны действуют. Но они не понимали, что такое гунны. Очень разумные люди во все эпохи, во все времена, если они не читали веды, не изучали это, они говорили. На самом деле, миром правят масоны. Смотрите, все закономерно происходит. Процессы меняются. Раз в стране пошло вот то-то, власть захватили большевики. Феликс Эльмундович еврей. Ленин, скорее всего, тоже еврей. Калинин еврей. Этот еврей. Евреи захватили власть в стране. Они говорят. То есть, они чувствовали, что влияют какие-то силы. Они не понимали, откуда они берутся. Им казалось, что люди обладают способностью управлять миром. Так действует гунна страсти. Человек в страсти верит в людей. Ленин всегда живой. Это как Бог. Ленин всегда со мной. То есть, сверх душа, Бог находится внутри, в сердце. Во веки веков. То есть, всегда. Это песня о Боге, на самом деле. Но люди в страсти, они верят в людей. Поэтому они подчиняются, думают. Мой начальник или сделает меня, или не сделает меня. Вот. Бухгалтером. То есть, надо ему поклоняться, начальнику. Люди в страсти поклоняются людям. Люди в благости поклоняются Богу. Люди в невежестве поклоняются Духом. Они думают. Вот это вот все. Плохая сила. С глаз. Он не влияет на меня. Все. Таким образом, во что веришь, таким и становишься. Человек должен понять эту идею. Поэтому он должен выбросить из головы, что кто-то может влиять на него плохо. Если он сам думает о всех хорошо, плохого влияния не будет. Однако же человек невежества говорит, но ведь есть же это влияние. Я же чувствую, что оно есть. Это означает влияние гуна невежества. Конечно, есть влияние. Конечно, есть. И гуна невежества говорит такому человеку, не верь, над тобой совершают насилие. Ты исключение исправила. Так влиять гуна. Она шепчет это в мозги. Чтобы выйти из нее влияния, надо сказать, нет, счастье есть. Не бывает несправедливости в этом мире. Все. Я не верю в это. Как только он говорит не верю, он постепенно освобождается из-под этого влияния. Ему становится легче жить. И он уже не чувствует, что крокодильчики вокруг, или там его зомбируют, НЛП, НЛО. Высший разум что-то шепчет. Надо пойти украсть что-то. Это влияние гуна невежества. Оно связано с тонкими силами тоже. Ведь духи тоже на тонком плане, тоже они действуют. Они говорят, ты знаешь абсолютную истину. Бери ручку, пиши знания. Он начинает под диктовку писать. Знания. Все, знание, оно идет сверху. Он мудрец, значит, он лучше всех. Все. Это влияние духов. Потому что человек благости, он подумает так. На меня, мне какая-то сила, на меня влияет, говорит мне знание. Я должен проверить в Писании, правильно ли я буду делать, если я буду ее записывать. Он начинает изучать, и там написано, что если без влияния, без желания человека, к нему в разум входит какая-то сила, это значит влияние духов. Надо от них избавляться. Все. Знание в Писании избавляет от всех проблем. Подскажите, какие молитвы читать, произносить утром, вечером, где можно их приобрести. У нас будет семинар, мантра, медитация. Однако же я вам скажу, если вы верите в Бога в какой-то традиции, сходите к человеку, который находится в этой традиции, спросите у него. И это будет самое лучшее для вас. Потому что у меня есть определенное понимание вещей. У вас может быть другое. Это не значит, что вам не нужно слушать ведическое знание. Но вы можете использовать его, ее, потому что самосовершенство не во всех традициях одинаково. Читайте те молитвы, которые ближе к вашему сердцу. У вас манера разговора, как у Задорнова. Вас очень легко слушать. Большое спасибо. Спасибо за хорошую записку. Оно всех развеселило. Можно ли облегчить жизнь женщине 77 лет, сахарный диабет? Вот смотрите, человек, находящийся в страсти, думает, что здоровье человека зависит от того, в каком состоянии находится тело. Я развенчал полностью эту идею в своем уме, в свое время. Мне пришлось пообщаться с одной девушкой из Австралии, которая полностью обездвижена в 18 лет. Она попала в аварию, перебила позвоночник вот здесь. Она полностью обездвижена в 18 лет. У нее нет никакой возможности выйти замуж. У нее нет никакой возможности быть здоровой. Постоянно, постоянно все болит. Эта девушка находится в состоянии полнейшего счастья. Больше того, она дает счастье другим. Родители, уходя на работу, выводят ее на колясочки, на улицу, ставят где-то в определенном месте. И начиная с утра, к ней постоянно идут люди. Они советуются с ней как жить. Они постоянно разговаривают с ней. И даже если правители не работали, им бы все равно на жизнь хватало. Она ни у кого ничего не просит. Она дает людям знания, как надо правильно жить. Она находится в благости, она испытывает счастье. Она поняла, что счастье находится вне сферы здоровья. Оно находится внутри, в психике человека. Очень больной человек может быть счастливым. Человек Рупада, который принес ведическое знание западному миру, он начал распространять его в возрасте 69 лет. И когда он поехал это делать, был сильный шторм. У него было два приступа сердечных, которые... И третий приступ такой заканчивается смертью. Тем не менее, у него не было сомнений. Он проезд, объехал землю за период его проповеднической деятельности 14 раз. Весь земной шар. Спал он всего три часа в сутки. У него было пять тысяч учеников. И он написал за это время более 70 томов книг. Таких толстых. Этот человек в пожилом возрасте, который еле дышал. Он не испытывал страдания от того, что у него были сердечные приступы. Он испытывал огромное счастье. Люди вдохновлялись этим, они шли за ним. О этом вы должны и не должны думать. Следующий пример, который я видел, и он пошатнул тоже мою концепцию счастья от здоровья очень сильно. Это произошло в этом году в Краснодаре. Меня попросил приехать к нему один молодой человек. Если бы он сказал, что меня надо лечить, я бы не поехал, потому что у меня нет времени. Но его просьба была удивительной. Он сказал, я не могу двигаться, но я хочу обсудить с вами вопросы об абсолютной истине. Я хочу обсудить эти вопросы. Мне не нужно лечение. Если даже вы мне его предложите, я от него откажусь. Если не можете, не едьте, но я бы хотел с вами поговорить. Я сел в машину, поехал. Он жил в Сириэ, то есть живет в Сириэ, далее от города. Я доехал до него. Он, когда его встретил, начал рассказывать о своей жизни. Он сказал, я сделал открытие. Я сделал колоссальное открытие. Я попал в аварию 15 лет назад. Мой позвоночник сломан. Я лежу на кровати все это время. Я счастливый человек. Вы можете в это поверить? Он меня спросил, вы верите в это или нет, что я счастливый человек? Он спросил меня. Я говорю, я пытаюсь верить. Я стараюсь, я ему ответил. Он начал рассказывать дальше. Он сказал, что сначала был несчастным. И у меня был выбор, или покончить жизнь самоубийством, или стать счастливым. Я начал изучать, как стать счастливым. И я понял, что счастье находится внутри человека, что человек должен жить не для себя, а тогда он становится счастливым. К этому молодому человеку опять повторяется картина. К ним постоянно идут люди. А постоянно с ним хотят общаться. Он помладше меня. Какая-то девушка рядом с ним крутится там, ухаживает за ним постоянно. Улыбается ему. Он занимается своим делом. Он говорит, какая девушка? Я говорю, ты жениться собираешься? Он говорит, какая девушка? Какой жених бы? Кто за меня выйдет замуж? Я же коллега. Постоянно люди к нему идут. Он испытывает счастье, ему хорошо жить. Он постоянно у него все болит тело. Он говорит, мне, наверное, мало осталось жить. Но в этом нет проблем. Жизнь прекрасна, ты должен это понять, он мне говорил. Я научил кое-то. Я говорю, может тебя полечить? Он говорит, ну если хочешь, полечи. Но от этого ничего не поменяется в моей жизни. Потому что здоровое тело или больное, это мало меняет жизни. Здоровое тело расслабляет психику. Когда у человека здоровое тело, он надеется на счастье в этом здоровом теле. Он постоянно хочет расслабиться. Ему хочется побольше поспать, побольше поесть. То есть он использует это здоровое тело с целью уйти от пути борьбы за свое счастье. Когда тело больное, человек естественным образом начинает бороться за свое счастье. Он уже деваться ему некуда. Ему приходится трудиться над собой. Веды говорят, болезнь является благословением. Человек, который болеет, он не может уйти от борьбы. Поэтому он уже благословлен быть счастливым. Есть молитва одной царицы. Ее звали царица Кунти. Знаменитая молитва царицы Кунти гласит. Господь, пожалуйста, дай мне трудности. Если ты мне их не дашь, я потеряю свое счастье. Знаменитая молитва царицы Кунти. Я ответил на ваш вопрос по поводу сахарного диабета? Или нет? Если ответил, уже очень поздно. Давайте всем желать счастья. Я думаю, что есть смысл делать это под звуки голоса святого человека. Я сейчас попробую, чтобы сильнее было слышно. Как-то это организовать. Чтобы вы поняли, что на самом деле желаем счастья. И мы желаем голосу, что есть разница. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...